Поехали! Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 9 ноября 2016 года. Среда по одному из старинных, 9 день месяца новых дорог, 7525 лета, Седмица. И мы начинаем же эфир, который называется так. Принципы лингвистика волновой генетики, часть 1. Автор-соведущий Петр Петрович Горяев. Прошу любить и жаловать. Здравия, Петр Петрович! Добрый вечер! Лучше узнали, потому что я далек от науки человек, а вы все-таки сможете правильно это рассказать? Ну, я доктор биологических наук, академик РАЭН и РАМТЭН. Это два академии российской, еще академия МАНЭТ. Недавно создана. Я академик трех академий. Заканчивал МГУ, кафедра молекулярной биологии. Так же изначально я молекулярный биолог, но я уже давно переквалифицировался в квантовую генетику. Ну, так кратко. Давайте приступаем. Итак, принципы лингвистика волновой генетики, часть 1. Вот представляю микрофон для того, чтобы вы раскрыли тему, а потом дальше мы перейдем уже в формат диалога и будем задать вопросы, которые будут поступать к нам. Кстати, уже поступают к нам в чате. Пожалуйста. Ну, вот я кратенько скажу, вступительная часть такая, что генетика это не только наука о том, почему дети похожи на своих родителей. Потому что воспринимают генетику именно так. На самом деле это правильно, не совсем. Это маленькая часть функций генетического аппарата. Они стратегически вообще определяют весь обмен веществ. Понимаете? Значит, вот мы состоим в основном из белков. Белки это в основном ферменты, но есть и строительные белки. А ферменты осуществляют всю биохимию. Весь обмен веществ это функции белков-ферментов. И вот генетический аппарат занимается кодировкой. Кодировкой белков. И здесь очень много ошибок. Очень много ошибок с такой традиционной генетикой, которая внесла свой вклад. Конечно, я ни в коем случае не обвиняю, что я там пытаюсь закрыть официальную генетику. Ничего подобного. Генетика официальная, она внесла свой вклад. Но у нее, ну прямо скажем, большая ошибка в том, что вот эти гены, да, белковые гены, которые занимаются контролировать синтез белков, их всего один, ну максимум 2% у нас. Остальные 99% еще до недавнего времени считались мусором. Ну вот такая, понимаете, балласт такой, это такой святая святых в наших собственных хромосомах, они на 99% это мусор. Вы понимаете, это просто бред, грубо говоря. А почему так? Потому что не знают функции. Вот эти 99% что делают? Значит, не знают. Поэтому, когда ничтоже сумняшися на Западе, некоторые ученые обозвали это мусором. По-английски это junk DNA, мусорная ДНК или garbage DNA. Вот, это абсолютно неправильно. Только сейчас начинают слабые ростки в официальной генетике, которая называется эпигенетика. Они пытаются понять, а зачем же вот эти 99%? Что они там делают, эти 99%? Вот все наши усилия, мои усилия, мои усилия, мои усилия, моих коллег, соавторов и так далее, они как раз направлены на то, чтобы понять, что делают вот эти 99%. Так вот, я утверждаю, и не это не просто слова, это основано на наших экспериментах и не только на наших, что основная стратегическая информация выключается именно в этих 99%. И они отвечают за, очень важно, за организацию пространственно-временной структуры организма. То есть, вот когда эмбрион получился вследствие зачатия, получился яйциклет, который называется зиготой, вот она должна принять решение. Вот во что и как вот построить руку, ногу, глаз, нос и так далее, и так далее. То есть, официальная генетика не понимает в этом плане ничего. Вот прямо скажем, ничего. Есть какие-то модели Вольпорта старинные, которые ничего не объясняют, какие-то градиенты генов и так далее. Об этом не будем говорить. А вот олимпийская луна и генетика, она как раз дает трактовку. Поэтому мы об этом чуть попозже. А сейчас самое главное, чему, собственно, посвящена теперешняя часть моего выступления здесь, и она будет вторая часть, первая часть как раз посвящена тому, что я попытаюсь вам объяснить, в чем же ошибка генетики и молекулярной биологии, которая фактически темно сам занимается, значит, вот в этом модели генетического кода. За модель генетического кода, то есть кода, который осуществляет синтез гелка, отвечает за него, контролирует его и так далее. Значит, вот эта часть, она за нее, за, так сказать, открытие в этой области, там сделано, конечно, немало. А маршал Ниренберг, значит, еврей по национальности, значит, сделал работу со своими коллегами, с которым потом разделил Нобелевскую премию за это. в тысячу, две тысячи, нет, уже даже забыл, где-то в 1998, да, 1998, 1998 год, они получили Ниренберг, там, и его коллеги двое, получили Нобелевскую премию, вот, создана модель генетического кода. И считается официально, что кроме этого кода ничего нет в наших хромосомах. Вот единственный код, это код белков, все. Вот это очень грубая ошибка, это первое. И второе, сама модель, сама модель, она упускает одну существеннейшую часть, вот, о которой я тоже буду говорить, она тоже является мотивом основного нашей беседы, то, что эта модель совершенно игнорирует лингвистическую часть генетического кодирования. Что я имею в виду? Я утверждаю и говорю, и подтверждаю это экспериментами, и не только я, что гены являются текстами. Раз тексты, то это как бы продукт разума, потому что текст создать, не соображая, грубо говоря, невозможно. И вот, вот эти, вот этот один процент генов, вот они являются речеподобными. То есть не означает, что речь или текст этих генов является абсолютно идентичным нашим текстом, но, тем не менее, закономерности, свойственные человеческим языкам и текстам человеческих языков, закономерности эти имеют одинаковые для генов белков и человеческих текстов, например, на русском, английском языках, на немецком языках. В чем это заключается? В том, что они обладают одинаковой металлургической структурой, как мы называем фрактальной структурой. Но это долго и сложно объяснять. А я акцентирую внимание на том, что Мерингер, в принципе, тактически правильную модель сделали, но стратегически она не верна. Почему она не верна? А это влечет очень большие последствия, как я попозже вам скажу. Она стратегически не верна в том плане, что вот она привела как раз к отрицанию, молчаливому отрицанию того, что генетический аппарат работает с квазичеловеческими текстами. Вон на других языках. Значит, ошибка вот в чем заключается. Даже экспериментально. В самом начале они получили результат, который поверг их в большое смущение. Вот в генетическом коде, в белковом коде, повторяю, значит, есть такие 64 коротких слова, которые стоят из трех букв. Вот так называют кодоны. Вот они как раз отвечают за аминокислоты, которая является составной частью белков. То есть, если мы хотим понять, как синтезируются белки, это очень важный аспект, очень важный, то мы должны все-таки понимать, как же на самом деле работает эта машина, белоксинтезирующая машина наших с вами клеток, наших с вами сформосом. И вот эти три трехбуквенные слова, их всего 64, из них половина 32, это синоним. То есть, несколько кодонов контролируют, отвечают, кодируют. Одно и то же аминокислоты. 32 вот так работают. Они избыточные, это синонимие. А вот другая половина, она непонятная. Непонятная. И вот Ниленберг и соавторы, они получили в самом начале, это опубликовано в журналах, все это показано, продемонстрировано ими, и тем не менее, значит, вот в чем парадокс, который они никак не объяснили, ушли. Значит, по их модели генетический код, он абсолютно однозначен. То есть, кодоны отвечают строго за одно и то же, за кодирование разных аминокислот. Точно отвечают, точно. Никакой неточности здесь нет. Если вы посмотрите таблицу генетического кода, которая является как бы иконой современной генетики молекулярной биологии, то, будучи еще студентом пятого курса и потом аспирантом, значит, кафедра молекулярной биологии, я увидел, что там наблюдается некое противоречие. Ну, тонкости тут я немножко опущу, но все-таки скажу, что на самом деле вот эти тройки, они кодируют как? На самом деле кодирует двойка, а третья буква, она не играет в роли. Так вот, для синонимов это не играет никакого-то значения, они все равно избыточно кодируют и точно кодируют аминокислоты. А вот эти кодоны, которые назвал потом аммонимами, они имеют двойные смыслы. Ну, что значит двойные смыслы? Что такое аммонимы? Ну, вот, например, слово коса или слово ключ. Они имеют два смысла, как минимум. Так, какая коса? Девичья коса или коса, которая косит траву или слово ключ. Ключ, которым открывает дверь или ключ, который бьет из-под земли. Воды, ключ, водный ключ. Значит, для того, чтобы понять точное значение слова коса, то мы обязательно должны увидеть целую фразу, правильно? Я увидел девушку, у которой была золотистая вьющаяся коса, которая лежала на ее плечах. Ну, понятно, что речь идет о косе девичьей. А в предложении, во фразе я увидел человека, у которого была хорошо отточенная коса, которую он косил траву. Тут понятно, что о другой косе идет речь, да? Так вот, генетический аппарат, когда он встречает в гене, в котором встречаются вот такие троечки с двумя значениями, как слово, например, коса или ключ, или бокс, их много в русском языке, и в английском, и в любом другом, то он должен понять, генетический аппарат, какое значение придать вот этой троечке, а точнее двоечке. И для этого он использует очень простой приют. Он ориентируется на контекст гена. Вот так же, как я вам сказал, вот эту фразу про косаря и про девушку, да? То в целой фразе, исходя из целой фразы, когда ты понял целое, то часть становится понятной, о какой косе идет речь, или о каком ключе идет речь. Понимаете? И получается так, что генетический аппарат должен осознать и понять смысл гена. Только тогда он будет точно кодировать ту или иную аминокислоту. И ошибок не будет. А если он ошибется, то будут очень большие ошибки, потому что в белке, если заменить одну аминокислоту на другую, вот те кирпички, из которых состоят белки, то получится совершенно другой белок. А если, не дай бог, этот белок фермент, то фермент перестанет выполнять нужные функции, и для организма это трагедия. Такие случаи известны. Например, серповидная анемия, когда там всего лишь однодукно поменялось, уже все, трагедия. Уже человек истекает кровью. Так вот, для того, чтобы придать точное значение кодону аммониму, семантика, семантика, должна быть точной, однозначной. А ведь Неренберг и его коллеги говорили, генетический код однозначен. А тут налицо неоднозначность кодона. Значит, какой на кислоту выбрать? Например, фениланин или лицин? Значит, она должна принять решение. Велоксинтезирующая система, рибосома, которая читает ген, должна принять решение, какую на кислоту выбрать. А она может принять такое решение только после того, как она прочитала весь ген, поняла смысл его. И только после этого, как мы услышавши фразу о девушке с косой, которая на плечах у нее, мы знаем, что именно это коса. Я вот так долго говорю, потому что это очень важно. Очень важно. Игнорирование вот этого привело к очень печальным результатам. Значит, что из этого следует? Раз точное решение принято, а оно принимается, потому что выбор аминокислот очень точен, то значит генетический аппарат, его основная машина, которая считает ген и синтезирует белки, эта система соображает. Знаете, соображает. То есть она мыслит, квазимыслит, не так, как мы головным мозгом мыть. Надо грубо понимать, потому что мышление это система фрактальная, имеет разные уровни, принцип один и тот же, то есть принятие решений. Так вот на этом микроуровне генетического аппарата принимается решение. То есть генетический аппарат является квазиразумной структурой. Это принципиальное положение, которое я в течение многих лет пытаюсь довести до людей, до генетиков, до молекулярных биологов. Но пока это проходит очень тяжело, потому что бороться против нобелевских лариатов, которые покойные, но тем не менее тяжело. Поэтому научная общественность говорит, да нет, да что вы, я помню, как меня аспиранта говорит, ну куда ты полез, ты что, против нобелевских лариатов Неренберг доходишь? Пришлось так отступить временно, потому что это воспринималось как чудачество или как малограмотность. И тогда я на долгие годы ушел в тень, но тем не менее работал, работал, работал. И вот это закончилось тем, что я написал три монографии уже, так сказать, в зрелом возрасте, после аспирантурии, после защиты кандидатской, по защите докторской диссертации. Я написал три монографии, где подробно все это объясняю. Значит, это принципиальное положение. Нельзя подходить к генетическому коду, как чисто физико-химической структуре, которая механически как-то работает и все так и хочет. Нет, она квазиразумна. Отсюда генетическое кодирование совершенно по-другому воспринимается, открывает совершенно другие горизонты, горизонты работы генетического аппарата, потому что гены – это предложения, фразы и так далее, и так далее. То есть это совершенно другой уровень генетического кодирования, совершенно другой горизонт, вектор работы, который нацелен именно на разумность, ну, квазира, повторяю, это мышление на таком, как бы, примитивном уровне, но тем не менее, там идет принятие решения. Теперь это можно проинфистрировать таким простеньким примером, почему это все заканчивается и вот сейчас начинает проявляться негативно в так называемой тронгенной инженерии и в генетически модифицированных продуктах питания. Знаете, вот не понимая это, я отрицаю лингвистическую составляющую генетического аппарата, значит, тронгенные инженеры впустились во все тяжкие и берут самые разнообразные, сами по себе полезные гены. Ну, ген, например, который отвечает за устойчивость к морозу, ген, который убивает колорадского жука, все это хорошие гены для нас. Их выводят, ну, например, ген, который убивает колорадского жука, который синтезирует белок, который блокирует развитие колорадского жука на эмбриональной стадии, и тем самым катушка не болеет и не поражается колорадскими жуками. но потом оказалось, что совершенно неожиданные последствия, и не только на этом примере, вот этот пример посткарактерный, значит, оказывается, гибнут все микроорганизмы, которые живут рядом с корнями картофеля, бабочки, пчелы и так далее. Значит, вся биота, которая окружает картофель, она страдает. Вопрос, почему? В чем дело? Глуберит, так сказать, ген, да, он полезную функцию выполняет, синтезирует еще один дополнительный белок, который убивает колорадского генов, все хорошо. То же самое в эрегенах в томаты, в пшеницу и так далее. Сейчас их сотни, сотни биосистем, в которые введены чужие несвойственные им гены. И это приводит очень нехорошим последствием. Например, показано нашим доктором наук Ермаковой, который я знаю, прошел, Ирину Ермаковой, когда показалось, что если кормить, например, крыс или мышей кормить трансгенной соей, то через некоторое время, во втором поколении, в третьем поколении рождается крысята с опухолями, которые развиваются до размеров самой крысы. и, в конце концов, нехорошим. А что происходит? Ну, вот пример, чтобы было вам понятно, чем же это страшно? Значит, повторяю, значит, гены белков это тексты. И генетический аппарат можно в каком-то смысле рассматривать как инструкцию, текстовую инструкцию по синтону белков. Текстовую инструкцию. Вот. И, ну, пример такой. Например, вы берете книгу Полстого Ивана Николаевича, «Война и мир». Текст такой. Здесь огромный текст. И произвольно туда вставляете хорошую фразу кота Леопольда, которую знаете, «Ребята, давайте жить дружно». Ну, сама по себе фраза хорошая, да? Ну, жить дружно это всегда полезно. И вот вы при наборе вот этой книги хаотично вводите туда через каждые две-три строки или чаще или реже не играет особый ролик, вы вводите туда вот эту вот фразу. «Ребята, давайте жить дружно». Вопрос. «Война и мир» что будет из себя представлять? Она будет представлять из себя хаос. То есть ее невозможно будет читать. Ей надо будет старательно выковыривать эту фразу и, значит, приводить текст в нормальный порядок, чтобы это был исходный текст «Война и мира». Видите, как? Или инструкция по строительству самолета. Или по полетной инструкции, например, летчики, когда какая-то разъединительная ситуация и они не могут сразу принять решение, они берут справочник, который у них всегда под рукой находят, значит, определенные решения и авиакатастрофы не случаются. А представь себе, что в такой инструкции введены такие фразы, которые не имеют никакого отношения к инструкции. Это сбивает с толку, мешает, причем фразы могут быть такие, что запутывают. И более того, бывают гены, которые играют с запятой точки на пропинание. То есть, они бессмысленно расставлены, получается, например, такая ситуация, казнить нельзя, помиловать. Куда поставить запятую, в зависимости от этого меняется смысл. Либо казнить, либо помиловать. Это классический лингвистический пример о роли знаков в ситуации. Вот что такое генетический код, не понятый научным официозом, принятый за некую глухму. И это привело к очень нехорошим последствиям. То есть, я что пытаюсь доказать? Я же не говорю, что не надо работать с трансгеном инженером. Конечно, надо. Это необходимо. Это очень большое достижение. Как и сама модель генетического кода, она тоже очень важна. Но, если там стратегическая ошибка в этой модели, связанная с непониманием лингвистической текстовой составляющей, или квазимышления генетического аппарата, это компьютер, который соображается. Знаете? Это нано-биокомпьютер. Игнорирование этого привело к тому, что вот трансгенная весь мир завоевывает трансгенная пища. И это уже начинает походить на генетические войны, потому что созданы такие семена, например, пшеницы, которые очень хорошие, дают очень высокий урожай, великолепное зерно, все хорошо, но она дает только один урожай. если вы получите семена, вот эти хорошие семена с хорошими качествами посеять еще раз, то вы ничего не получите. Или получите постепенное вырождение. То есть каждый посев у вас все хуже, 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 и поэтому вынужденные фермеры закупают эти семена. Потому что они сами по себе первое урожай великолепное, потом все хуже, хуже, и это кончилось тем, что, например, в Индии при посевах риса, рис тоже такой тронгенный, они вынуждены закупать, а денег нет. Некоторые из них просто многие покончили с собой. Значит, зависимость от страны, продавца, а это в основном в Соединенные Штаты, которые продают вот такую тронгенную пшеницу, тронгенный рис, и так далее. Видите, это уже элемент генетической войны. Теперь, что касается, значит, это надо учить. И при всем уважении к достижениям тронгенной инженерии, значит, надо все-таки знать законы генетической лингвистики, о которых я пишу. Или еще самый простой пример. Если вы говорите на русском, но не знаете английского, и вам нужен переводчик, а переводчик плохо знает английский язык, то естественно, что никакого понимания, взаимопонимания с партнером, с которым он беседует, не будет. Вот тоже самое тронгенная инженерия, это плохой переводчик, который не понимает, не знает законов линтичной рингвистики. Вот теперь перспективы. ну, допустим, мы эти законы поняли. Частично мы уже поняли, но еще впереди огромнейшая работа. В самом начале, причем мы постоянно находимся под давлением, знаете, нам же говорят, вы что, с ума сошли? Ничего такого нет. Вы что? Вы говорите, что генетический аппарат соображает, вы сами соображаете, о чем вы говорите, знаете, вот так вот грубо с нами разговаривают, а могут вежливо разговаривать, просто не давать публиковать работу нашу. Я сейчас вынужден публиковать, например, пересмотр модели генетического кода, я публиковал, как ни странно, в Соединенных Штатах. Вот в прошлом году вышла работа наша, журнал общей генетики. Хороший журнал, рейтинговый журнал. На чем он публиковал? У нас нет. Вот я даже обжегся, я одну работу публиковал в 2007 году, правда она касается другого уровня генетического кодирования Квантова, о котором я вам в следующей передаче буду говорить, но когда, значит, мы получили перенос генетической информации Квантова, перенос на десятки километров, сначала в Торонто, в Канаде, потом в Москве, в Новгороде, то, значит, когда эта статья вышла, то был большой скандал. Мешает, просто грубо мешает, причем идет вот такой вектор воздействия на нас через Большую Академию, через РАН, через президента Академии наук, Фортова, значит, парадокс, возвращаясь к перспективам, ну, хорошо, мы, допустим, поняли законы построения белковых фраз, поняли семантику генов, грамматику, фонетику, хинтоксистам и так далее, и так далее, я не зря говорю о фонетике, потому что там еще звуковые аспекты, но это предмет разговора следующего, нашего, следующей беседы, что гены излучают, оказываются, собственные информации на расстоянии. Допустим, мы поняли эти закономерности. И что тогда? Тогда открываются гигантские совершенно перспективы. Если мы можем синтезировать гены сами, а синтез ДНК это давно усвоенный процесс. Давно усвоенный процесс и делают совершенно спокойно синтезировать машины, есть, которые делают синтезировать эти самые гены. Но бессмысленно просто так ляпать гены, значит, пока никто не решает, потому что неизвестно, как они будут работать. А вот если вы знаете законы, так сказать, грамматики генетических кепсов, то вы можете построить разумное предложение, фразу, предложение, даже много, совокупность таких генов, которые будут создавать некую конструкцию мыслительную, которая управляет организмом, да, и тем самым можно бороться с болезнями, с раком, со спидом, с вирсом, с зика, там, что угодно, понимаете, мы можем своими руками выполнять, ну, если хотите, гемиургические функции, то есть мы будем как бодры, знаете, у струговки есть такой роман, «Люди как бог». Значит, мы же часть вселенной, а вселенной есть бог. Значит, мы можем, будучи частью этой вселенной, сами создавать вот такие мыслительные конструкции, в языке некой совокупности генов и вводить их в организм. Сознательно, не так, как делают трансген-инженеры, воткнул туда с большими трудностями, кстати говоря, с большими трудностями вот такие генные конструкции с искусственными генами, несвойственными культурным растениям, там, картофель, пшеница, ячменю, там, кукурузия и так далее, и так далее. Значит, они не знают, куда это втыкается, эти гены, куда они подсаживаются и как они будут функционировать. Значит, вот функционируют, они, кажется, не очень хорошо. Это плохо. Хотя нас уверяют, что все хорошо, в случае заболеваний как бы вроде нет и так далее. Причем, очень важный аспект еще вот чем заключается. Обычно народ и средства массовой информации говорят, ой, как страшно, если вы ввели чужой ген, понимаете, он же сам по себе опасен, понимаете, он не более опасен, чем любая ДНК, из любого организма, вы съели, так сказать, что-то там, мясо съели, там, куча генов, но все это переварилось, ничего, страшно не было. Но если вы съедаете организм, который заранее был, условно говоря, инфицирован чужими генами, то вы поедаете, пускай там в приготовленном виде или в сыром виде, вы поедаете испорченную биосистему, испорченный организм. Так и было на заре, так сказать, которая была совсем недавно, трансгенный инженерии, когда, например, получали картофель трансгенный, который там по признаку количества сахара и так далее, и так далее, хорошие признаки имеют, но он обладал горьким вкусом, потому что там синтезировались нехорошие вещества, которые делали горьким этот самый картофель. Это было отброшено, такая конструкция была отброшена, стали работать с другими конструкциями и получили нехороший картофель, такой, как вот убивает, например, саларского и другие признаки. Так вот, значит, к чему я говорю? Если вы туда в биосистему, в его геном вводите чужеродные гены, то он, кроме того, что он может вызывать вот такие нехорошие конструкции, которые заканчиваются тем, что человек может заболеть раком и другими аллергией, значит, он еще и фактически получается больной организм, который мы используем для производства хлеба, там, томатной пасты и так далее. Этого делать нельзя. И проконтролировать, где выстрелит вот такими отрицательными функциями вот такое трансгенное растение или животное, мы не можем, потому что там миллионы молекул белков проконтролировать, каждый из них невозможно, хотя нас, уверяется, идет контроль, это иголка в стоге сена искать, поэтому здесь полосальный риск, от этого надо отказывать, не навсегда, я не призываю к этому, в коем случае, не надо мне приписывать то, что я не имею в виду. Значит, надо просто изучать законы лингвистической генетики. Значит, вот то, что касается смысловой лингвистической составляющей генетического кодирования. А там еще одна есть особенность, о которой я могу уже на следующей лекции говорить. Дело в том, что, когда вы вводите вот такие искусственные гены к хромосому, то вы, кроме того, что вы меняете контекстный состав генов и получаете неправильные генки, вы еще меняете топологию ДНК хромосомы. Потому что любой кусочек, введенный в хромосомы, то есть в ДНК, основная часть хромосомы, он меняет жидко-кристаллическую упаковку этих хромосом, а жидко-кристаллическая упаковка дает нам очень важную топологическую структуру, которую называется голограмма. Как кажется, наш ничтеаппарат работает еще и на принцип голограммы. Я выбегаю вперед, на следующее мое выступление я сюда дальше более подробно об этом расскажу. И это не учитывается. Таким образом получается трансгенный кошмар, который охватил всю планету. И идет вот такое наступление на все живое, на все живое в биосистемах, не только на человека, на все, потому что это все идет и по растениям, и эти гены могут переноситься, через пыльцу, и тогда мы получаем поля, не желая того, астронгенными растениями, это катастрофа. Знаете, мы идем в сторону трансгенетического коллапса всего живого на Земле. И это грядет от третьей Атлантиды, которая вот связана с этим. другой аспект этого золографический квантово-локальный я расскажу в другом субстрии. А сейчас пока ограничусь вот этим. Этого достаточно понять уже, что генетика и исследование молекулярной биологии, а дальше медицина, хозяйство, они идут совершенно в неправильном пути, стратегически неправильный путь, который ведет нас в катастрофе. Вот что это такое. А сейчас начинают уже пытаться и людям вводить гены эти, тоже с неизвестными последствиями. Понимаете, прибыль. Ну что это такое? Это мода. Ах, трансгенная инженерия, ну-ка, давайте мы ее там и теперь на людях будем лечить людей, заменяя, так сказать, вводя туда гены, куда попало они встают, как правило, мы не понимаем это. И вот получается изменение текстовых структур, то есть ложные тексты возникают, ложные голограммы, и человек может просто их напросто генеть. Сейчас что-то не очень много об этом говорят, потому что я чувствую, что, видимо, наткнулись на этот тупиковый путь, видят, но по малки, потому что, понимаете, платят очень много, вкладывают колоссальные деньги на все это дело. А это получается просто отмывка денег. Отмывка денег. И смотрите, программа геном человека, она заняла 10 лет. 10 лет делали то, что изучали ДНК. какая буквочка за какой идет. Вот у нас набор хромосом, значит, если растянуть всю ДНК в нашем хромосомном наборе, в каждой клетке есть 46 хромосом, значит, если так суммировать, то получится ДНК, сумма всех хромосом из всех ДНК это примерно 2 метра. Это 3 миллиарда букв, 3 миллиарда букв, а их всего 4. Аденин, гуанин, стазин, тимин, а комбинаторика этих букв и создает вот эти трехбуквенные слова, которые являются основой белкового кода. Его, значит, понадобилось больше 10 лет для того, чтобы понять, какая буквочка за какую. Это чисто машинный подход, там, участие людей еще небольшое. Вот, 10 лет, за эти 10 лет на разную цифру называют, но в общем, это, короче, где-то там чуть ли не 30 миллиардов долларов грохнули на это дело. И вся, так сказать, молекулярно-биологическая генетическая элита, она, значит, послась на этом денег, в конце концов секвенировали, то есть узнали последовательность всех букв в этих трех метрах ДНК, были противоречивые данные, потом появился Крейг Вентер, который, значит, как бы вроде все это понял, ну, оказалось, что где-то около 40 тысяч генов, даже до сих пор еще не совсем ясно, сколько там, 35 или 40 тысяч генов. Тем более, что они все время меняются, там, происходят прыжки генов, меняются последовательности, возникают как бы новые гены, мутации и так далее, все не особенно учитывается. Ну, ладно, хорошо, 35-40 тысяч генов, вот это и сделано. И что? Значит, как говорится, гора родила мышь, дальше писали в центральной зоне, даже в ней писали, что это золотое исследование, а толпу ноль. Вот, понимаете, то же самое, например, дать группе людей, нескольким группам людей, которые не знают, допустим, английского языка, ну, вот не знают и все. И вот они занимаются тем, что берут какие-то основные работы на английском языке и пытаются их расшифровать смысл этих текстов. Как? Пытаются буквы, определить, какая буквочка в английских текстах за какой идет, в каком-то большом произведении, чтобы понять, а что же, как же там на самом деле все-таки кодируется. Ну, ничего, кроме того, что они определят, какая буква за какой стоит, значит, они ничего не сделают. Но за это получают огромные деньги. Вот то же самое было с программой геном человека. Угрок или там около 30 миллиардов долларов гора родила мышь и оказалось, оказалось, ну, что-то трагикомичное даже я бы сказал, что вот эти 35-40 тысяч генов, они одинаковые, практически одинаковые для всех организмов. Что у мушки, мухи, грузофилы, что у человека, что у свиньи, что у человека, что у обезьяны, что у человека. Например, а шимпанзеновая на 99,9 совпадает по генам с человеком. Но мы же не обезьяны, за исключением некоторых, похожих на обезьян в моральном, техническом плане. Вот, значит, что? Гора родила мышь. Значит, везде гены одинаковые. Ну, хорошо, спрашиваешь ты у какого-то классического генетика, у лоб, спроси, слушай, почему так? Гены-то одинаковые, что у мухи, что у меня. А что я, что муха, что ли? Раз гены одинаковые. Он тебе начнет плести, что вы знаете, есть генные каскады, включение генов идет с разными скоростями и так далее. Да, в лоб спрашиваешь, я так ни разу делал, что я буду до аспирантов. Ну, хорошо, как кодируется, что нос растет вот здесь, а не на, не вместо уха. А почему вот зубы растут здесь, а не в сердечной сумке? Хотя есть такие мутации, которые приводят к тому, что зубы вырастают в миокарде, знаете, а уха вырастает на макушке головы. Или такие манипуляции с генами делаются, с дрозофилами, что гены, которые отвечают за генез глаза, значит, глаза подсаживают в муфе дрозофили, и у нее глаза вырастают везде, на лапках, на брюшке, на усиках, на глазах, вторые еще глаза вырастают и так далее. Это как объяснить? Значит, должен быть какой-то порядок, значит, этот порядок игнорируется. А этот порядок котирования пространственно-временной структурных организмов, когда он развивается из эмбриона, как я и говорил, он должен знать эмбрион, где ему выставить такую часть тела. Значит, такого знания мы не имеем, а эмбрион имеет. Вот. А это определяет совершенно другими закономерностями. Вот. Теме, о которой я говорил, текстовые структуры генов, которые говорят о многом, не только о регуляции метаболизма белковых генов, но и о других функциях, регуляторных, текстовых, буквально текстовых. организм, биосистема, клетки разговаривают на языке генов и белковых. Это свой язык, не наш, не русский, не английский, не вен. Это особый генетический язык. Хотя, закономерности такие же, как в наших языках. Вот, например, фрактальная структура. Это мы лично, так сказать, мы, наша группа, моя группа, мы доказали, что фрактальность одинакова, что для текстов белковых, что для человеческих текстов. На русском, английском языке. Вот, теперь что еще? Ну, пожалуй, вот эту часть, эту часть я рассказал, а впереди у нас совершенно огромная область, неизведанная, совершенно, но которая дает уже практические результаты, о которых, может быть, сейчас немножко преждевременно говорить, но все-таки я скажу, так сказать, как бы заход такой на будущее, на следующий, следующий наш развитие, например, огромная область регенеративной медицины, куда вбухивают сейчас опять-таки миллиарды долларов, результат нулевый. Значит, это область, где мы создали несколько прецедентов искусственного выращивания органов. Ну, например, мы у крыс вырастили прожелудочные железы, воздействие на них специальным торсионным полем на расстоянии 20 километров, это мы делали с торонами. У них не было прожелудочной железы, в контроле они все померли, погибли, а тут у них новые регенерированные прожелудочные железы. Значит, один пример, который мы опубликовали, он вызвал скандал в 2007 году в очень хорошем журнале бюллетенческой биологии уважаемый журнал, значит, скандал до того, что чуть не закрывать его, что они опубликовали нашу статью. А что он плохого сделал? Он просто продемонстрировали эксперимент, и все. Значит, это вызвал контролирует структурами генов, смыслами их, но еще и некими физическими полями, которые контролируют вот, как мы, биоморфогенез или послеэмбриональный морфогенез, грубо говоря, регенерацию. Лавка у тритона, хвостик у ящерицы и так далее. Есть такие животные, простейшие животные типа гидры. Ты можешь там обрезать у нее все щупы, у нее отрастают, и она спокойно живет. Это тема будущего. Но она очень перспективная. А, значит, немножечко на будущее еще раз я повторяю. Мы создали прецедент регенерации не только поджелудной железы, это экспериментация в животных, но и у человека мы регенировали часть спинного мозга, и парализованный парень, который пролежал неподвижно где-то около 14 лет, получил травму спины, и порвал спиной мозг. Парализованный, ну, на гибель, просто обречен на гибель, как и многие другие, такие вот спинальные, так называем, больные. Значит, мы его поставили на ноги. Не то, чтобы он там бегает, прыгает в высоту на 2 метра, но он ходит, водит машину, имеет свой бизнес, имеет свой офис, то есть вернулся практически к нормальной жизни. Значит, повторяю, это уже физика, физика полей хромосом. Хромосома является структурами, излучающими сверхслабые фотонные поля, которые сопровождаются торсионными излучениями. Это на будущее. Так, значит, если есть вопросы, пожалуйста, вот по этой первой части, я готов ответить. Хорошо. Напоминаю нашим радиослушателям за то, что мы вопросы принимаем в чате Народного славянского радио. И вот уже достаточно большое количество поступило. Сейчас прям по очереди будем озвучивать. Эдгер написал вопрос в эфир. В 96-97 году по ТВ показывали документальный фильм о двух молодых ученых, доказавших, что весь животный мир и человек зависит от спектра частот, сходящих из космоса. Причем спектр на взрослые осы действуют губительно. Один из них при опыте чуть не погиб. Подобрал свою спектрограмму. В итоге при безденеже в те времена получил грант от канадского правительства 50 миллиардов долларов. Покинул нашу страну и тема перешла в разряд закрытых. Военпром комплект. Соответственно, больше об этом нет информации. Петр Петрович, вы знаете о таком факте? О таком факте не знаю, но по внешним полям, которые воздействуют на биоту, на все живое, я с этим работал и знаю литературу по этому поводу. Значит, что могу сказать? Немножко опять-таки я забегаю на будущее, ничего страшного, у нас хватит возможности говорить и в следующий раз об этом. Сейчас скажу кратенько. Да, такое возможно. Почему? Потому что наши клетки с вами общаются на языке электромагнитных полей и торсионных полей. Там электромагнитное поле содержит в себе торсионную составляющую, как матрешка содержит в себе такие другие матрешки. Но я очень примитивно, потому что я работаю с физиками и если вы захотите более подробно, то надо привлекать например, Оргеналь Ивановича Шипова, который является крупнейшим специалистом по торсионным полям. Значит, эти излучения фотонные, сверхслабые излучения, так называемые алтровый пирус, наших с вами хромосом, да и всех хромосом любых других живых существ, это сверхслабые фотонные поля от синей области до красной области. И вот они имеют свою составляющую трассионных, которые регулируют обмен веществ на квантовом уровне. То есть, с одной стороны, текстовая регуляция имеет место быть, а с другой стороны, значит, имеются такие квантовые регуляторные системы, которые тоже отчуждаются, поддаются нашим магнитическим аппаратам как нано-биокомпьютером, который является излучателем фотонно-торсионных полей, в таком предупреждении варианта. Поэтому те люди, которые работают с космическими излучениями, которые окружают земной шар, могут, так сказать, вычленить оттуда частоты, например, микроволновые, а Земля облучается микроволновым излучением, это древние реликвы излучения, вот поляризационная составляющая которых, или торсионная, что-то не то же, содержит, негативную информацию. Если вы подобрали случайно такое сочетание частот, которые, ну скажем, имитируют торсионные поля, которые являются знаковыми полями общения, смысловыми полями общения клеток между друг другом, и вот в этот диалог, межклеточный диалог, туда ввели вот такой космический разговор, грубо говоря, который путает наши собственные торсионные электромагнитные программы, да, то вы достигнете такого эффекта негативного, да, а может и позитивного достигнут. Все зависит от того, опять-таки, как вы понимаете язык, расшифровали ли вы язык электромагнитных полей, торсионных полей живого организма, нас с вами. Вот почему он получил такой результат. Хорошо, второй вопрос пришел Владимир Звотич, задает вопрос следующий. Петр Петрович, будьте добры, дайте, пожалуйста, определение, что такое квантовый ген физического поля, какое поле имеется в виду? Ну, опять-таки, это все, мы забегаем на... Чуть-чуть дальше, да? Квантовый ген краска, да, это, ну, некая конструкция квантовая, которая обладает определенными регуляторными функциями, и которая, значит, содержит в себе вот такую смысловую торсионную составляющую, смысловую, именно смысловую, знаковую. Вот, это такой квантный ген. Вот, когда мы в Торонто на 20 километров передавали генетическую информацию, значит, мы передали пол генов для генез поджелудочной железы, это большое колесо генов, еще точно неизвестное, вот мы передали вот такую торсионную составляющую, потому что обычное электромагнитное поле, она, наша аппаратура, она не достигнет, конечно, километров, оно стукает, не шумляется, а вот торсионная компонент, так сказать, выскалили, давайте, объятий, скажем так, электромагнитных, и идет на любые теоретические либо расстояния и управляет генезом поджелудочной жизнью. Вот вам такие гены, вот так вот они работают. Значит, это предмет будущих исследований, это в самом начале работы у меня находимся, и которая, причем еще и тормозится активно, понимаете, а кем она тормозится, не труд догадаться, Запад не заинтересован в части исследования, причем блокирует Академию наук, наша Рановская Академия наук, знаете, чего, вот это просто поражает, вот в этом смысле, я прямо говорю, пойдет, не знаю, фортаф является просто вредителем в этом смысле, знаете, блокирует очень важное направление, квантовое направление в генетике, значит, это, что касается блокирования позитивных результатов, ну ладно, значит, это плохо, но, я всегда говорю, вот повторяю, самое страшное оружие, которое может быть создано, которое относительно просто сделать, относительно просто сделать, это, конечно, квантовое генетическое оружие, есть защита от дурака, может, в этом оружии, если оно будет создано, оно будет одинаково действовать на тех, кто его создал, и на тех, на кого направлено, поэтому-то сдерживают, сдерживают идиотов, которые готовы, так сказать, нас сириться, не получится, мы себя запретим, вот так кратко, следующий вопрос. Ну, я хочу уточнить, что мы в живом эфире, поэтому уже это все в эфир пошло, и вырезать мы ничего не собираемся, так что... Ну что, тем лучше, если дойдет до Портова, я бы только рад. Он разогнал у меня 4 группы, 3 в Москве разогнал, одну в Нижнем Новгороде, я ушел из Академии Новгорода, благодаря вот таким людям, как Портова. Но я создал свой институт, поэтому он институт антогенетики, пока меня не трогают. Понятно. Хочу уточнить, так причина, на ваш взгляд, какая, почему такие ставятся препоны, почему вот такие гонения, что там, деньги виноваты, или просто недалекие какие-то сотрудники? Это имеет несколько аспектов, почему не приемлются это все. Но первая основная причина, это, конечно, то, что мы не поберег горло фармакологами, а это фармакоиндустрия огромная. То есть, я ничего не... Я не против лекарств, пожалуйста, делайте. Но зачем, например, делать тонны антибиотиков, когда можно сделать бактерии, просто-напросто убить квантовым антибиотикам, которые я уже против двух патогенных бактерий сделал. Очень успешно. Это избирательно, ничёхом убивается все, как антибиотик. Да, как правило, губит все живое в организме, включая самого человека, который тоже страдает. Иногда это антиогенное заболевание. А наши воздействия, они адресные. И поэтому вот эти две бактерии, которые патогенные, детишек убивают, и почему эти бактерии, устойчивы к антибиотикам. Это страшная проблема. Страшная проблема, потому что большинство патогенных бактерий быстро приспосабливаются к антибиотикам. Например, взять пенцилин. Сейчас бактерии настолько уже привычат к пенцилину, который годами, десятилетиям использовался, что есть бактерии, которые питаются как питательные вещества. Они очень умные. Когда объединяются миллиарды, миллиарды клеток бактерий, они начинают осуществлять свой собственный компьютер, клеточный компьютер и вырабатывают средства, которые эти антибиотики инактивируют. Либо выводя их за пределы клеток бактериальных, либо разрезая по частям и инактивируют вот сам. Вот вам решение проблемы. А это же помогло не надо. Зачем? Они создают все новые антибиотики. Да, они мощные на первом этапе. Они работают, не спорят. Скажи, как спад миллиона жизней. Но очень быстро бактерии приспосабливаются. давай нового антибиотика. А новый антибиотик это большие деньги. Создают хороший антибиотик. Опять перестал работать. Давай новый антибиотик. Не то, что сказать, как белая бочка, а неразменный эпитак получается. Зачем? Я же предлагал фармакологу. Давайте работать вместе. Вы будете давать вещественные антибиотики, а мы куантовые давали. В сочетании они будут сто раз эффективнее, чем то, что сейчас делается. Это относится не только к антибиотикам, а там масса фармакопрепаратов, как вы знаете, продаются. К сожалению, очень много фальшивых, особенно в России, плацебо. Покупая действия. Есть такой эффект, называют плацебо. Человек внушил себе, тоже, кстати говоря, очень мощное явление, если его изучить хорошо, то это плацебо можно использовать для лечения. Поэтому первый враг у нас это фармак индустрии, который я уважаю, все, но есть недостатки. Второй враг. Зачем чинам вран Российской Адемии наук, который сделал себе карьеру на классической генетике молекулярной биологии. Зачем перестраиваться и переучиться? Потому что то, что мы предлагаем, я предлагаю, это новая генетика, новая молекулярная биология. Не отрицается, но появилась мощная ветка от биологии, которая называется лингвистикой новой генетикой. А говорят, нет такой ветки, и пытаются ее пивой срезать, а она снова растает. Я уйду, например, все равно есть ученики, есть люди, которые читают нашу работу, все равно это будет. Значит, это вторая часть, вторая половина, почему нас не приемли. Наконец, третье, о котором я уже говорил, значит, опасность распространения таких технологий, квантовых, относительно дешевых, по сравнению с трансгеной инженерией, все гораздо проще делается, а любое гениальное, оно всегда должно быть простым. Это не потому, что мы с вами гениальны, это природа гениальна, биосистема гениальна, которой надо учиться. Она уже давно работает на вот этих принципах лингвистикой новой генетики. Значит, не надо чинушим учиться, переучиваться, а, значит, на Западе которые нам противостоят. Заинтересованы в том, чтобы блокировать хорошую науку, прорывные идеи и превратить нас. А что это означает? То есть, они заблокировали нас, не публикуют наши статьи, гонения и прочее, прочее. Это означает, что превратить нас в стадо-борадов. Потому что общество без науки это потенциально стадо-борадов, которым легко управляют. Вот хотят Россию превратить стадо-борадов. Но дай бог, Трамп не такой идиот, чтобы пойти на это лучше сотрудничать. И обмениваться идеями, жить вместе, и, ребята, давайте жить дружно. Вот Каталия Польгин, раз хорошо работает. Вот эти основные причины, которые вызывают оргмеры, так называемые, и которые лично для меня, закончу с тем, что я потерял работу в Академеново, который я проработал достаточно долго, больше 10 лет я работал в РАН, но потом, к сожалению, меня оттуда выдавили. После Канады, просто я не мог вернуться в свой институт и тут проблем управления Российской Академеново, потому что был звонок, был разговор этого Портова с директором, и, значит, меня не взяли. Потом то же самое, меня пригласили в Баунский университет, дали главного лучшего сотрудника, группу, аспирантов, деньги, все. Полгода проработали, слава богу, успели бы работать, ничего не было делать. Звонок ректору, который был накануне ухода, тогда это 2005 год, по-моему, 2006, не помню, сейчас уже. И все, звоночек, смысл которого заключался в Срединочине, этому самому, генерному директору, по-моему, лично, Портов, разогнать группу Горяева, ну, все, пришлось уйти. И в Нижнем Новгороде, когда ребята повторили наши торонские эксперименты, уже произвели, ушли дальше, по регенерации, например, проживутся в железе. Потом кандидатство защитили, поэтому там, всех защитили кандидатство. Правда, он не называл, что он работает с квантовыми генами. Маленькая хитрость. И, значит, чудаки из ВАКа, значит, они пропустили эту работу, все, он сейчас защищенный, все, ВАКом принято. Потому что уровень ВАКа настолько низок, что они даже не могут понять, что они там. Они не могли понять, что человек работал с квантовыми генами. А он написал, что просто электромагнитное воздействие на крыс, который вызывает регенерацию проживающей железы. Все очень хорошо. Вот, значит, вот идиотизм ВАКа получается. Вот примерно такие причины, они, значит, препятствуют развитию нашего направления, огромного направления. А там, пожалуйста, спокойненько, тихо работает. Причем, я сильно предполагаю, есть основания для этого, что это все схвачено там. Потому что, когда мы работали в стороне, то у нас все эти наши данные забрали. Протоколы забрали. Ну, под предлогом. Так что вы еще вернетесь, ребята, вы сейчас пока в Москву приезжаете. Вот, когда мы показали все это с регенерацией органов, потом с бактериями, с переносом генетических информации, бактерии на бактерии, сделали, которые докажут, что это не плацебо, меня обвиняют. Это у вас все плацебо. Когда бактерию так программируешь, то это серьезно. А если ты программируешь стволовую клетку, и у тебя регенерация идет, так сказать, стеного мозга, то это серьезное дело. Значит, ему это надо учиться, переучиваться. А вся эта братья, которая в Академии науки засела, весьма пожилых товарищей, вот, уделанные в этом, можно и пожилым соображать хорошо, но они там очень слабко устроились, значит, финикура. Вот, поэтому все это блокируется. Это раз, второе, очень много купленных, очень много купленных. Вот, даже в последний случай, в одном из институтов мне предложили, значит, давайте вот, поработать с нами, очень, очень важное дело для сельского хозяйства, очень важное, не буду называть, какое, там согласились. Тут же директору, прямо в здании Академии наук, Рановское здание, говорят, если бы вы не были, вы взяли Горей, вы хотите работать Горейом, значит, если бы вы не были ИО, то мы бы, если бы вы были ИО, мы бы вас давно на тот же, тут же, в тот же день уволили бы. Но поскольку вы избраны, то, значит, немножко осложняет, но имейте в виду, значит, если вы будете работать Горейом, то, значит, вот так. Вот то же самое произошло, кстати говоря, с профессором, одним из профессоров, в Баумском институте, который меня поддержал, волчинка покойный, который меня поддержал, очень здорово, поэтому я там получил вот это место, он меня, по сути, представил так, как надо. И здравые люди, значит, согласились, давайте работать. И вот, пожалуйста, Фортов, сам Фортов позвонил. Ну, какое отношение Фортов имеет к волновой генетике? Какое? Слово волновая, фортов. И все. Он работает с плазмой. А к генетике никакого отношения не имеет. Тем не менее, разогнал. Но это был последний удар, после этого я уже не стал создавать новую группу. Вот. И, значит, создал по опыту к генетике. Работаю, публикуюсь, да, через большие трудности. Но, тем не менее, основная наша продукция, значит, все-таки мы публикуемся за рубежом. И самое главное, мы на практике, на практике доказывают, на больных левудах, причем не здесь, здесь нельзя, ничего не дают мне сделать, а в Юганнсбурге. Этот парень, Мэтт Кохен, значит, который парализован там почти 15 лет, был 14 лет, значит, мы его поставили на ноги. Это первые случаи, это прецедент. Потому что здесь нельзя, а там можно. Ну и то, мы там работали не с эмбриональными салонными клетками, работа с которыми запрещена везде, а с его собственными стволовыми клетками, так называемыми, мезонхимальными стволовыми клетками. Вот, там это прошло, и сейчас это продолжается, там, хотя, так сказать, тоже некоторые трудности имеют. Вот причины, причины торможения, вот основные, я назвал, почему нам не дают работать. Как в одном фильме говорил один персонаж, утверждает мне смутные сомнения. Вот так вот, если разложить все, если бы я был Шерлок Холмсом, я бы так предположил, что вполне возможно, когда Петр Петрович Горяев раскрыл все, ну, многие секреты, да, как это все работает за границей и здесь, кому-то, ну, понятно, стало неугодно, что денежки начинают уплывать из карманов, и, в общем-то, там умные люди заинтересовались этим вопросом, за границей имеется в виду, стали проводить свои исследования, а сюда просто был кому-то звонок о том, что вы знаете, давайте-ка закройте там. Да, более-менее, вот пример, вот совсем недавно я не узнал, Шипов мне передал эту информацию, значит, здесь запрещают работать в области холодного ядерного синдра. Кстати говоря, к биосистему тоже относится. Значит, к биосистему организм способен к холодному ядерному синдру. Когда клоновский барьер преодолен, пожалуйста, ты можешь в ядра вводить протоны и менять сомнический состав и так далее, и так далее, это особый разговор, долгий, да, очень интересный. Значит, биосистемы реализуют холодный ядерный синдр. Значит, имеются микроорганизмы, которые это делают. и вот группа наших талантливых ученых молодых, значит, долгое время биосистемы доказала, экспериментант доказала, значит, и что всяческие гонения на них хорошо живые уехали, сейчас они в Соединенных Штатах. Значит, там они предложили эту технологию, у них есть патент, и эта технология позволяет получать любые изотопы, в том числе радиоактивные изотопы. Значит, один грамм стоит несколько сотен миллионов рублей, потому что получают такие изотопы на воскресенье, чтобы преодолеть кулонский барьер, значит, надо разогнать элементарные частицы до собственных скоростей. Высот очень маленький. А тут бактерии делают это, совершенно спокойно, растения это делают, делают практически любые. Мы тоже осуществляем холодный ядерный синдр в минимальных количествах. Есть, например, голодари, люди, которые питаются солнцем, как они говорят, а индиты говорят, праной, они не едят вообще, при этом они имеют постоянный вес. Значит, что, в чем дело? Да простейшие вещи, простейшие эксперименты, о которых сейчас нет времени говорить, описаны еще Кервраном в его книге «Биологические трансмутации», 1973 год, Кервран тоже говорит на высоком времени. Вот, так к чему я говорю? Значит, Александр, который сейчас возглавляет лженаучную комиссию, а раньше Кругляков его возглавлял, и он недавно почил, причем позвали на одну из борющих ученых Джуну, и она подошла к нему, зная, что он такой вот апологет, это изничтожение всего нового в науке, значит, она подошла к нему в кресле, что вы через два месяца умрете, у вас большие непорядки. Он замахал на нее руками, чур-чур-чур меня, через два месяца он получил ушел на тот свет. Вот, значит, сейчас угол, там, академик Александров, и вот он обрушился, вот я письмо от Геннадия Ивановича Шипова в электронных условиях, значит, холодный ядеросинтез это лженаука, он заявляет, там вот записано, я прям видел на выступлении, ладно, лженаука, значит, подавлять, все подавлять, и этих ребят выдавили, и теперь они в Соединенных Штатах, и это стратегическое упущение российской науки, потому что очень многие технологии базируются на языках, которые будут получить, а они, так сказать, получают элементарные бактерии. Значит, Александров, лженаука, и мне посылают материал, где внук этого самого Александрова делает огромный мощный доклад в Соединенных Штатах, как раз посвященный холодному ядерому синтезу. Знаете, там это работает, а здесь это лженаука. Ну что это такое вообще? Это вредительство называется просто наоборот. Вот так вот вот так новое направление глушится, потому что идет война, литейная война, научная война. Ну, печалька на самом деле, как говорят сейчас молодые люди, очень печально такие вещи слушать, как будто бы и 90-е не заканчивались, когда приезжали на корню иностранцы скупали целиком наши кафедры. вот эти братки, понимаете, вот эти братки, которые раньше в подъездах убивали, они сейчас забрались наверх на самом деле. И там убивают, они как убивают, не пули, они убивают морально. Вот раз человека выгнали, два, три, запретили работать, а у того, значит, оп, кровоизоляение в мозг, от переживаний, все ушел человек, чего они добиваются. Фоменко там преследовался, еще там многие. Покойный, значит, Левашов погиб. То же самое, гениальный человек, просто гениальный человек. Я не буду рассказать, какие он вещи сделал у нас в России и в Соединенных Штатах, потом вернулся в 2006 году. А в 2011 убили жену, а в 2012 его убили. Хотя он был всячески защищен, но все-таки, видимо, были какие-то уязвения, Ахинесова была у него какая-то умер. Ну, все, убили его. Я с ним лично разговаривал. Ну, гениальный совершенно человек. Ну, да. Ладно, продолжаем. Вопросы, вопросов много поступает. Вопрос эфира Владимира Измитича. Петр Петрович, в какой среде распространяются кванты генов в эфире? Да, где угодно. Они проникают, они все проникающие. Они имеют скорости теоретически это бесконечная скорость, мгновенная такая. Скорее всего, эффект кванты не лаканутся. Хотя, я не буду заменять область физики. Здесь вот сама Геннадий Шлифт работает. Мы сейчас написали совместную работу, которая войдет в часть, как часть моего четвертого книга, потому что она будет цементной. трактует, торсионное поле все проникающее и не имеющее предела поскорности. Мгновенная информация. Наши клетки общаются между собой на эффекте квантной лакальности. То есть мгновенное спутанное состояние всех клеток и их генетичных аппаратов. Потому что наши 200 миллиардов клеток должны быть согласованы. А никакая скорость передачи информации между клетками, тем более скорость нервного импульса, это не совершенно не годится. Значит, такая информация должна мгновенно распространяться. Это же относится к мышлению, к сознанию, но это уже особая тема для разговора. Потому что есть люди, которые показали возможность головного мозга. Мы используем из более 3-5 процентов возможностей наших нейронов. А эти люди, например, извлекают корень 35-й степени из 40 миллиардов 5-ти. Он тратит только время на то, чтобы дать ответ. Потом проверяют этот ответ и машины наши, которые работают на обычной бинарной логике, а наши нейроны работают не на бинарной логике, а на пантов и локальность, вычисляют это мгновенно за ноль времени. Сейчас пытаются сделать квантовые компьютеры, квантовые компьютеры, квантовые компьютеры, которые могут исполнить мгновенно за ноль времени вычисления типа корень квадратный из четырех. Получают точный ответ 2. Но зато за ноль времени. Но это же ничтожно. Я призываю господа, товарищи, учитесь у нашего генетического аппарата, который работает как квантовый биокомпьютер, используя молекулы ДНК как основное рабочую лошадку. И мы еще в 2001 году я в Лондоне выступал, потом мы написали статью и опубликовали в одном из хороших журналов. Статья называется «ДНК волновой биокомпьютер». Как раз наш генетический аппарат, я все время забегаю на вторую часть нашей беседы, наш генетический аппарат работает на квантовый нелокальности. То есть он делает мгновенные решения грандиознейших проблем по регуляции обмена веществ между двумя стами миллиардами наших клеток. Даже если бы скорость света была использована для этого, ее бы не хватило, потому что все клетки должны друг о друге знать все и сразу. Вот это есть квантовый локальный. перспективы квантовой генетики в этом отношении просто безбрежны, безбрежны. Тем больше голограмма, она может и текстовую структуру использовать. Поэтому первичная работа по работе генома связанной с симптомом белка, это очень важная работа, но это лишь первый этап. Петр Петрович, я думаю, что двустами миллиардами согласованных клеток не ограничиваются связи. Здесь, наверное, надо уже смотреть, что помимо связи внутри человека есть связи между людьми. И очень часто мы можем обратить внимание, что передается информация моментально и быстро. Вот сколько таких примеров было. Я тоже призываю к этому. Господа, давайте мы с вами освоим квантовую телепатию. Квантовая телепортация. То есть телепортация не вещества, а идеи. Значит, телепатия фактически. Она известна, она доказана. Конечно, на очень небольшом количестве материала, но тем не менее доказана, это имеет место быть. Да и в быту это часто, например, мать чувствует, что ребенок болен, который находится за тысячи километров. Или там умер отец. Сын чувствует это. И таких случаев полно. Как это осуществляется? Работы довольно много, но сама квантовая вот такая вот телепатия, немножко павкологично, телепатия это квантовый процесс. Я знаю, как это сделать на приборном уровне, но я не могу это сделать, потому что это требует, так сказать, какую-то элементарную электронику, да, я не электронщик, мне надо просто людей, это все надо платить, денег нет. Вот недавно мы закончили, вынуждены закончить эксперимент с крышами, которых мы снабжаем целыми клетками, которые должны продлить жизнь этих крыш. Обычно они живут там 3 года максимально. Вот они уже 3 года прожили, мы им колем наши такие запрограммированные скволовые клетки на продление жизни. И может быть, они проживут 15, 20, 30 лет, у них надо переваривать, это множество крыс, их всех надо кормить, это деньги, это все надо оплачивать, ничего этого нет. Вынуждены их забить просто-напросто. Вот вам прямое вмешательство, так сказать, как косвенное. нет денег, все, зарабатываем, что-то можем, что-то оплачиваем наш эксперимент на те жалкие деньги, которые мы зарабатываем. Так что я не жалуюсь, я просто вам объясняю, как это организовано у нас тут в России. Понимаете, организовано ужасно, то есть идет тотальное подавление. Что там Трамп сделает, мы не знаем, дай бог, потому что если бы пришла эта старушка Клинтон, то у нас вообще-то в этом плане кают был бы, наверное, а он что-то собирается с Путином хорошо разговаривать. Это более надеюсь. Да, хорошо. Аркуинон, следующий вопрос задает в эфир. Здравия, Петр Петрович, весьма уважаю ваш доблестный труд и упорство, с которым вы преодолеваете сопротивление противников. Вопрос в следующем. Насколько глубоко можно вернуть человеческий организм в минувшее состояние здоровья? Управляем ли этот процесс? Остается ли он устойчивым по окончании воздействия и как долго? Да, конечно, можно. Господи, ты боже мой. Ну, смотрите, вот пытаются сейчас омолаживать там эликсиры всякие, там с Кулачев академик, значит, какие-то этионы, ионы с Кулачев используют. Знаете, я с его сыном разговаривал, пытался убедить, что они на неправильном пути. Потому что проблема справления жизни и омоложения, она лежит не в плоскости биохимии и химии, как они пытаются это сделать, а в плоскости в физике. Потому что есть явление фундаментальное и в физике, и в биологии, потому что биология используется это. Ну, опять-таки, немножко забегая вперед, например, явление возврата к фильме пасмурам, голографии, солитоники и так далее, и так далее, это все используется биосистемно. Так вот, явление возврата к фильме пасмурам. Коротко так, это на языке физиков, это память невинных систем на начале модулы пузыря. Вот я в ДНК обнаружил еще в 1984 году, работая в Академии наук, в Большой Академии наук, в институте физических проблем. Значит, я обнаружил это явление на метрокорреляционной лазерной спектроскопии, на ДНК. Значит, они как раз колебательная динамика, акустическая фактически, динамика ДНК, они все время находятся в колебательном состоянии, если брать препарат ДНК, не затухающие колебания, почему не затухающие, не понимая до сих пор, хотя версии есть, мы писали бы, вот они реализуют возврат своего посолка. Что это означает? Это означает очень хорошую вещь, очень хорошую вещь, которая тут же меня осенила, что это один из видов памяти генетической. Там еще есть другая память, фантомная память, но это особо развеется. Значит, вот такая вот память на свой возврат к своему посолу. Где она работает без систем? Прекрасно работает, например, есть такая медузка маленькая, значит, она где-то 5 миллиметров примерно и меньше размером. Вот. Она вечная. Почему она вечная? Она очень хитро поступила, приспособилась. Она не умирает никогда. Кто ее не смог, это не раздавит и так далее. Значит, она доживает до старости и превращается в эмбрион, то есть в полип. И цикл начинается заново. Опять она развивает, развивает, дожила до взрослого состояния, как бы постарела, потом оп, флок, и опять она эмбрион. И так до бесконечности. В Японии изучают там один ученый пытался институционизировать, написал письмо, ничего не отвечает. Ну ладно, боксом. Вот там как раз типичный возврат фирмы кластевой уровня. Это сложный возврат фирмы кластевой уровня к начальному состоянию биосистемы. А такие возвраты известны еще где-то? Конечно, эмбриогенез, пожалуйста, хвостик у ящерицы. Почему? Возвращается к ней. Потому что идет запрос в биосистему и там идет так сказать запрос в генетический аппарат. Ну-ка, дай-ка мне информацию, чтобы я регенерировал себе хвостик. Или лапку. Тритон лапку отращивает у себя отращиваю. А, значит, осьминог щупальцы, краб клешню отращивает. Значит, запрос. Они, так сказать, запрашивают собственного генетического аппарата. Дай-ка мне эту информацию, чтобы я регенерировал себе тот или иной локон. А череп планария, вообще плоский череп планария, если бы вы раздолбали на мелкие кусочки вплоть до клеток, каждый дает нового червя. Вот это есть возврат. И он реализуется в человеке тоже. Есть пример великолепный. в Соединенных Штатах недавно умерла такая девушка, Рич Брунберг, по-моему, ее назвали, Брунберг. Значит, она на вид выглядит где-то двухлетним ребенком. Умерла возле 20 лет. А она совершенно не старела. Она остановилась вот на одном и том же возле. И даже говорить не умела. Ее взрослые сестры, которые родились позже ее, уже взрослые, она все годового ребенка. Потому что ее и так, и сяк ее изучали. И папа ее превратил в объект исследований, деньги за это получают. я его писал. Давайте я ее запущу, чтобы она нормальной гимнастией не была, чтобы она нормально превратилась женщиной. Нет, не ответил. Ему это не влияет. Так вот, а в этой самой, да, Брук Гвинберг, вот вспомнил ее, это Брук Гвинберг, можете в интернете найти, в гугле Брук Гвинберг. Значит, умерла в 20-летнем возле, так осталась она что-то от какой-то инфекции, так осталась такой же, полуторгодовал измучили с этими генетическими анализами, геном секвенирует, сейчас быстро секвенирует геном, никаких генов пока, каких-то там супер, которые отвечают за торможение не обнаружено. Почему? Потому что, опять-таки, старая-старая модель генетического кода, вот они крутятся вокруг этих самых одного процента белковых генов, все, другие гены они не понимают, не признают. А вот 99% генов, это другие гены, квантовые гены, голографические гены, совершенно другие, другой уровень кодированы, абсолютно. Тут никто ничего зуб ногой не хотят, не думают, или в закрытых выборах. Так вот, вам пример. Значит, что получается, с моей точки зрения, я ошибаюсь, единственное, что могло происходить с этой Брук-Гринберг, то, что она, ее организм, ее хромосома использует возврат кремипаста улама. То есть, у нее идет то же самое, что у медузы туритоксис, но она стареет, предположим, там, на 10 минут, постарела, в том раз, откатилась обратно, вернулась в начальное положение. Потому что возврат может регулироваться на любых промежутках. Я получал возврат на ДНК буквально от 3 минут до месяца, когда повторяют одно и то же состояние, колебасное состояние препарата на молекул ДНК. Значит, вот она постарела, она за 10 минут вернулась, или там на 5 минут, мы не знаем. Значит, эту часть никто не исследовал, хотя предлагал отцу, давайте посмотрим ее на уровне других генов, не белковых генов, не рейнковых генов, еще рейнковые гены. Вот, если меня специалисты слушают, то они поймут, о чем я говорю. Вот, бруклингер, это возврат, сложный возврат к мипосом. Да другой случай, уже конкретно, с которым я работаю, да, старушки, я уже несколько раз выступал, но все-таки повторюсь. Значит, старушки, которым за 80 лет одно где-то в 60, они давно утратили менструальный цифр. Вот, а это один из важнейших показателей возраста женщины, да, если она утратила способность рожать, то, значит, она уже старенькая. Вот, это происходит неизбежно где-то после 50 лет, значит, как правило, наступает. Ну, вот, я дал программу, квантовую программу, этим самым женщинам, не буду рассказывать, в следующий раз расскажу. И, значит, они эту программу использовали, долго использовали, в течение года. да, и, значит, что получилось? Им, беднягам, вернулся в инвентуальный цикл. Но они очень страшно ругались на меня, потом мне передали. Зачем нам эта морока? Мы рожать не собираемся, у нас же и внуки и правы. Ну, если за 80 лет. Понятно? Вы сделаете так, что у меня фигура была, как у девочки, лицо молодое. Видите, процесс старения, это тоже штука, которая разбита на субъединицы. Можно омолодить одну систему, например, где-то родную, а другая система будет отставать сильно или вообще не реагирует на наши действия. Вот мы эту часть восстановили за счет возврата ферми пасха улома, сложного возврата. И, значит, эти старушки стали как бы способными к деторождению. Им это не надо. Но я и на это ответил, что, там, что-то из людей, что, можно, конечно, но для этого я должен использовать не один единственный спектр, который каждый из вас дал, а использовать сотню таких спектров, которые будут на разных частотах, и он будет воздействовать на другие системы, кровеносную, космосную, иммунную систему и так далее. Вот тогда я могу комплексно, может быть, воздействовать, и вы омолодитесь полностью. Но, говорю, этого пока нет, потому что мы физически не можем на каждого пациента использовать записи по суспекту, обрабатывать, так сказать, и так далее. Это очень сложно. Но факт то, что мы им вернули цикл. Да моя сотрудница, которая у нас какое-то время проработала, ей там 52 года, у нее тоже назвали на паузе. Я говорю, ну да, попробуй. Ну, я просто там старушки далеко, и вообще потерял контакт уже, а ты давай проверь, да, проверил, да, вернулся, но мне тоже это не надо, нафиг мне это не надо. Вот, видите, какие возможности открываются, совершенно потрясающие возможности. это вот как разумная генетика, ее плантовая часть. Хорошо. Идем дальше. Вопрос эфира Светланы из Петра Заводска. Петр Петрович, верно ли, что ДНК у всех звучит по-разному, и есть ли люди с одинаковым звучанием ДНК? Нет, конечно. Вот именно вот это звучание, то, что я обнаружил в далеком 1984 году метан-корреляционной лазерной спектроскопии, ведь фактически там регистрировался звук, в виде фурьев-спектров, точнее, в виде временных астракреляционных пунктов, специалисты меня поймут, именно там мы и обнаружили, что молекул ДНК, рибосомы, коллагены, тоже информационные макромолекулы, они издают такой звук специальный, и где как раз реализуется возврат корнифастового ванна. То есть вы можете через 5 минут, через 15, 20 минут видеть одни и те же спектры, одни и те же, а между ними другими. Значит, это и, собственно говоря, есть ответ на вопрос. Я забыл, что он спросил? Ну, первая часть была в селе звучат, и вторая, есть ли одинаково звучащие ДНК? Значит, звучат. Ну вот звук, пожалуйста, он регистрируется в метан-корреляционной лазинской проспективе. А одинаковых, конечно, нет. Потому что мы брали, например, препараты крови у пациентов, ну, из пальчика просто берем, как обычно берут, стерильно, все, медиками, мы с медиками работаем. Вот, и, значит, снимаем спектры с пальчика, с крови, из пальчика, и там получается динамичный вот эти вот спектры, так мы модулируем на шикоболосные электромагнитные излучения, которые получаются, значит, когда преобразуются красные фотоны нашего визи-неонного лазера, они преобразуются за счет эффекта, который описывается в теории локализованного света, есть, долгий раздеварок, чистая физика, на шикоболосный микромагнитный спектр, от ультрафиолета до бесконечности и вы можете даже, так сказать, на глаз увидеть, что у каждого человека, каждый препарат крови от каждого человека, они разницы между собой, даже на слух это видно, но количественно оценить, пока это невозможно, значит, нет такой математики, которая описывает вот эти вот самые динамичные спектры, потому что обычные виды спектроскопии, они, как правило, это стационарные, там, ультрафиолета, инфракрасность, спектр ядерного магнитного резонанса и так далее, значит, они все стабильные, как-то, да, а этот спектр постоянно меняется, потому что он отражает движение, акустику, звук молекул ДНК, они постоянно излучают, излучают вот этот звук, знаковый звук, который несет торсионное поле, даже инвитро, знаете, как интересно, и причем этот звук не затухающий, потому что это особый солитонный процесс, оказалось, там же вязкий раствор, когда мы используем препарат ДНК, это очень вязкий раствор, затухание должно быть очень быстро, а его нет, почему, значит, ну, есть работы, там, пикер такой есть, он говорит, что идет подкачка энергии из КТ, то есть из температуры окружающей среды, если вы имеете достаточно высокую температуру, даже комнатную, то у вас идет, так сказать, охлаждение как бы этой среды и подпитка энергии на лекул ДНК, они все время поют, поют, издают, каждый из них издает особую мелодию, если взял ДНК оттуда, значит, одна мелодия, если взял ДНК из другого источника, из другого образца, другая мелодия, очень сложная, которая пока не поддается, никакому анализу математическому, и даже спектр очень трудно снимать, это как урие спектр, значит, они не линейные, очень трудно анализировать их, но нам это, собственно, не надо, мы используем этот звук для того, чтобы брать генетическую информацию от малика ДНК, и, значит, здесь я вольно-невольно подскажу другую область, потому что этот звук, если вы его передаете в виде, а звук содержит в себе торсионную информацию, это есть работа Лачиняна, такие, вот, Лачинян такой, у него работа есть, где он доказал, что этот звук может переносить торсионную составляющую, так вот, значит, когда мы передаем вот такой звук, который не слышен луком, а только вот таким тонким прибором, как вот лазерная традиционная структуроскопия, то этот звук может быть в виде торсионного поля передан на воду, на воду, опять я влезаю вот вторую часть своей лекции, но все-таки скажу, это важно, и идет запись информации ДНК на воде, это то, что сделал, след за нами, сделал Люку Монтаниев, потому что мы уже генетическую информацию уже передали еще в 2000 году в Москве, а потом в Торонто, потом в Нижнем Новгороде, вот, значит, идет передача генетической информации вот с помощью вот такого профессионного поля, видимо, вот мы с Шипом сразу сейчас вот эту работу написали, и он с позиции физико-математического формализма еще описывает, что это трудно писать, но вот какая-то часть уже поддается описание, передаем на воду, и эта вода способна вот специалисты меня поймут, в системе ПЦР синтезировать молекулы ДНК, то есть в воду ввели информацию, видит токсионное поле, и в этой воде присутствуют нуклеозит трифосфата и коммен ДНК полимераза, в контроле никакого синтеза конечно не будет, потому что должна быть материальная матрица ДНК, на которой ДНК полимераза синтезирует копии ДНК, это давно известная ПЦР-система, за нее Нобелевская премия получена, тут никаких сомнений, но когда мы такую воду, которая сама по себе не несет никакой информации, мы ввели такую торсионную генетическую информацию, эта вода становится способна синтезировать молекулы ДНК, то что сделал параллельно с нами, Люк Монтеньева, его группа, но Люка Монтеньева Француз тут же отделил же ученым, что ты сумасшедший старик, а ему там где-то Нобелевскую премию в 2008 году получил за открытый ВИЧ, это он в 2010 году опубликовал эту работу, ДНК и вода называется, значит, работа, где он показал, что да, вот в воде синтезируется молекулы ДНК, точно такие же, с которыми мы прочитали информацию, взял кусочек ДНК, 102 пара нуклеотетов, а мы брали там по тысяче и больше пар нуклеотетов и получали точно такую же, ну, на своей лазерной аппаратуре, а он на своей, совершенно независимый от нас, и мы получали ПЦР, значит, синтез ПЦР-системы молекулы ДНК, то есть информацию ДНК можно передать на расстоянии е, теоретически любую, вот вам совершенно другой подход, проблем возникновения жизни на Земле, понимаете, для того, чтобы возникнула молекула ДНК, нужна информация, которая идет из космоса, вот те самые, так сказать, поля, о которых задавал человек, слушатель мне вопрос, значит, космическое СВЧ, миллиметровое излучение, оно может переносить генетическую информацию, и, грубо говоря, оплодотворять молекулы ДНК, которые абиогенно могут синтезироваться в процессе, когда гроза, молния ударила, такой, знаете, органический бульон, который содержит, например, нуклеотиды, то может пойти, вот, синтез фрагментов молекулы ДНК, рейн, табель, и так далее. Значит, совершенно другой подход, не такой, как Хрик предложил, что там какие-то споры прилетают на Землю, микробы засушенные, когда нет, вот таким квантом попиом идет межзвездная передача генетических информаций, совершенно другой путь. Все, понимание, начало возникновения жизни на Земле и других. Вот был вопрос по поводу того, все ли звучат одинаково, уточняю еще вопрос от Виталии из Эстонии. А у Близнецова звучание одинаковое или разное? Так я же говорю, что проанализировать одинаковость или разность пока нет такой математики. Вот вы имеете, ну, это примерно то же самое, как вот нет, человек, конечно, может определить там первый концерт Чайковского или там Токату Баха, конечно, он узнает, но когда звучат молекулы ДНК, звучание которых гораздо сложнее определить, значит, вот это Иван Иванович молекулы ДНК, а это от Марии Степановны, это пока трудно, пока трудно, ни на слух, ни приборно, пока нет. Это та область, которую я вот занимаюсь с 1984 года. Раньше я совершенно другим занимался, занимался там белками бактерий, антибелки, пиоцином, пиоцином. А тут я обнаружил этот эффект в четвертом году, я был поражен, задумывал, что мне Господь показал, да, только соображать, многие, наверное, видели это дело, для того, чтобы понять, что это на одну подготовку соответствующего. Ну, я, будучи приглашенным в МГУ на биофакт, на кафедру молекулярной разговоре, который меня принял среди года, посреди года, когда я перевелся с Пермского университета в МГУ, мне сказали, нет, мы не принимаем посреди года, приезжайте на будущий год. Я к ректору пришел, в Петровске тогда, крупнейший математик, тогда был ректор, он мне принялся спокойно, говорит, ну, что, какие проблемы-то, давайте зачетку вашу, посмотрел зачетку, пишите заявление, я пишу заявление, а он посмотрел, а он говорит, что не написали, что вам нужно общежитие и стипендия, вот, человек был, я написал дрожащий на козыше это общежитие, стипендию, все, и, значит, на биофакт приняли, на кафедру молекулярной биологии, но в год надо было сдавать шесть экзаменов экстерна, включая высшую математику, вот через что пришлось пройти, ну, сдал, все, и вот сейчас отдаю, так сказать, вот те долги, которые, ну, как бы, вот удолжал, вот это доверие, которое мне, спасибо, Андрей Николаевич, он тогда был в лице-президент Владимир Новокс, в 70-м году он стал, значит, когда я уже был в аспирантуре, он стал в аспирантуре-президентом, или даже в 69-м, сейчас не помню, так же, вот такая вот история. Хорошо, идем дальше, вопрос эфир от Элимира, в лекции Владимира Ивановича Говорова упоминается о совместной с вами работе с текстами молитвы «Отче наш», какими буквами писалась молитва, проверяли ли разные шрифты или написание одного и того же текста, есть ли разница между печатным и рукописным текстом? Володя Говорова я давно уже знаю, совершенно талантовый, гениальный человек, у него мышление особое, и он как-то мне говорит, ну давай, имей информацию, ты же говоришь, что информация от текстов идет, когда человек читает, он воспринимает некую идеальную составляющую от любого текста, он смеет молитвы, «Отче наш», ну я говорю, ну это вообще как бы вроде глупость, ну давай попробуем, да, и он, значит, мне дал маленькие фотоотпечатки такие, потому что лазер снимает маленькие кусочки такие, неудобные, большие там, и он мелким-мелким старославянским шрифтом он «Отче наш» надел, я снял спектр, ну казалось, ну что, какой спектр, там же фотобумага, там же ничего нету, тем не менее, значит, когда мы определенного возраста вытащили оттуда гармоническую, а фактически музыкальную составляющую, то, значит, «Отче наш» звучало, причем такая, знаете, такая оптимистическая как бы мелодия была, и видео-ряд соответствующий, знаете, так что вот мы еще и акустическую, вернее, гармоническую составляющую мы, значит, снимаем, в том числе с молекул ДНК, а почему, потому что все в биосистеме построено по самым фундаментальным законам, это законы красоты, понимаете, поэтому, значит, мы сумели там с помощью одного хорошего такого специалиста, музыканца, и вот этот цифровой файл, запись спектра, светслабого вот этого фотонного спектра, который мы получали, да, и производная туда, вот так мы могли выложить баусное кумулитное звучение, значит, этот цифровой файл он обрабатывал и получал фантастические мелодии, вплоть до того, что мы созвездие Плеяд, я взял хабловский снимок, одна самая яркая звезда, я снял с нее спектр, он где-то бродит в интернете, кто-то уже его там скопировал, и там звучание просто потрясающее, музыкант говорит, ну это неземная музыка, вот что даже можно получить с этих самых модулированных полосных лекомодительных получений, содержащих торсионную составляющую, вот что это перспектива совершенно фантастическая, понимаете, там дальняя космическая связь, потому что торсионное звучание распространяется мгновенно, вот отсюда телепатия, может получать новые гибриды растений животных запрещенных, мы сделали гибрид значит друг говоря курицей, ну брали цыплячь ДНК из цыплят и вводили вот как воду вводили, а мы вводили в картофель, картофель значит дал нам очень интересный эффект, во-первых, огромная скорость роста столома, там буквально сантиметра за ночь вырастали, то есть это в тысячи раз, если не в сотни тысяч раз, превышает естественную скорость роста столома, ну и потом получилось в втором третьем поколении, давно уже начинает забывать, значит там выскочили такие помидороподобные структуры, я в институте картофель вот тут показал, они значит квадратные глаза сделали, но сказали, что вы знаете, да я собственно без них знал, что это одно семейство посленовых, томаты и картофель, это как двое родное байдер, и поэтому когда мы дали чужеродную генетическую информацию, генетический аппарат он конечно не мог ее поменять, и мы там не могли гибрида получить курицы и картофеля, но он от удивления выдал видимо палеогенетическую информацию о предках картофеля, которые дали помидоры, точнее помидороподобные курицы и потом в третьем поколении когда мы походили, у нас часть кустов дала прямые как палки корни картофеля, нищего таки никуда не видел, и у них маленькие-маленькие картошечки диаметром картофелинки диаметром примерно 1,5-2 сантиметра, вот я с удивлением копал и не мог выкопать и потом оказалось что это длинные-длинные формы почти метровой длины проникающих почву вот такими суперпозициями маленьких картофелями. Так, идем дальше. Вопрос эфира Светлана из Петрозаводска. Петр Петрович, какое влияние оказывают на ДНК различные символы и знаки? Ну, имеется в виду, наверное, те, которые люди задали себя, может, это береги или что-то еще. Да, 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 я понимаю. Вы знаете, тут вообще уже мы входим в область человеческого сознания, потому что не прямо символы и знаки влияют, так сказать, на ДНК косвенно через наше сознание, через наши глаза, через наше сознание. Глаза это часть мозга. Уже показано многими исследователями, что человеческие эмоции, мысли и так далее меняют нуклеотидный состав ДНК. Это есть такие работы. Роллинг Макрати такие мысли даже одно время перепитывают в Соединенных Штатах такое есть, который показал, что определенные эмоции вызывают резкое изменение состава ДНК и структуры ДНК. Поэтому, если вы смотрите на какие-то очень важные символы, то это может через сознание влиять на молекулы ДНК. Так что, тут вполне резонный и очень правильный и очень умный вопрос. Тут надо работать, 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 потому что здесь конь валялся, как вообще во всем этом направлении лингвистского генетики, но тем не менее тут работать обязательно надо. Потому что это другая генетика, другое сознание, другое мышление должно быть. Берите к этому сложно, что мы сейчас на себе ощущаем. Потому что мы, вольно или невольно, потому что мы такие хорошие, мы залезли немножко вперед. И понимание не найти. я слушал выступления молодых биологов, которых очень хорошие талантливые ребята, и они совершенно не все в рамках старого, знаете. А меня не допускают на биофаке. Я один раз выступил, попытался выступить, это было посвящено дню рождения Бурвича, какому-то юбилею с дня рождения Бурвича. Бурвич, который в 1924 году высказал идею гениальной, которая лежит в основе волновой генетики. Он сказал, что хромосомы имеют волновой эквивалент. Вот с этими эквивалентами по ЦР-системе мы и работаем. Передавая генетическую информацию, это те самые эквиваленты хромосомы, о которых тогда говорил Бурвич, когда еще не было ни лазеров, ничего не было еще тогда. Была просто идея, но она была совершенно гениальной. Сейчас мы ее реализовываем, потому что мы стоим на ключах гигантов, повторяю, не потому что мы такие умные, но что мы просто восприняли это всерьез, а не так, как раньше это было воспринято, его выгнение фактически в Германии, он там в Германии и закончил свою жизнь, а был совершенно прозорлив, потрясающе прозорлив Курнич, Александр Гаврилович Курнич, спасительный живой теле. Да, хорошо, идем дальше. Кстати, если уж по знакам и символам, здесь немножко распространиться, то вот когда поднимался вопрос о исследовании «Отче наш», там же тоже были написаны древнеславянскими буквицы, древнеславянскими буквицы, то почему бы тогда как раз и древние знаки какие-то, береговые знаки, они не могут работать точно так же. Я думаю, что... Это был выбор Горова. Да, и вот мы ограничились тем, что получили такой спектр, он долго ко мне переставал, а я был удивлен, что я получил что-то. Это его выбор, да. Да, так что это все имеет место быть. Хорошо, вопрос в эфир от Владимира Замокеевича. Петр Петрович, комиссию по борьбе с лженаукой захватили пришельцы, ну, пришельцы там уточняли в чате, что он имеет во всех смыслах этого слова, которое только известно. Ага, ну, понятно. Вы знаете, я понимаю этот подоплек этого вопроса, потому что сейчас ходят такие идеи, может быть, небезосновательные, что в наших хромосомах, по крайней мере, в участии людей присутствуют гены реттилоидов. Звучит странно, ну, смотрите, на гербе в Москве значит, убивают змея. Знаете, это же не случайно змеи, а в Китае культура змеи тоже огромное значение в Индии и так далее. Значит, может быть, имеет место быть такое, что к нам через наше сознание подселяют, через наши гены, через наши хромосомы подселяют тех, кто правит нами. некоторые люди особенно чувствительны к этому, может быть, особенно высокопоставленные люди, которые обладают благодаря этому реттилоидной жестокостью, об этом очень много писал Левашок, и, значит, ведут себя соответствующим образом, подавляя все прогрессивное и пытаясь управлять. а может быть, я даже написал такой фантастический рассказ, который нигде не опубликовал, что вот такой прием введения квантовой информации в наши с вами хромосомы, это способ такого, знаете, вселенского развлечения тех биологических систем, которые живут уже миллиарды лет, а может быть, и бесконечно долго, которые настолько умны, что им скучно стало, значит, требуется некая новизна, и они развлекаются через нас, входя в наши хромосомы, в наше сознание, и, значит, проживают наши жизни, выходят из нас, пересаживаются на другого носителя, и так далее, и все эти войны, и убийства, и так далее, и так далее, это все, как говорится, их лап дела, причем они подпитываются энергией, вполне возможно, это Левашов об этом тоже писал, что любая негативная эмоция человека, особенно связанная с убийством, процесс умирания, выделяет огромное количество энергии, которое они с удовольствием тоже поедают, поэтому воины это атрибут человечества, никакие животные так не борются между собой, как мы люди, потому что они дают максимальный выход вот такой энергии, которые вот эти самые ребята поглощают, они существуют в разных формах, вот эти плазмоиды, которые получают очень часто трясанку получают, особенно когда какая-то толпа возбужденная чем-то мочью при слабом освещении искусственном, делаешь снимок и ты видишь там сотни тысячи шариков на план моде их называют, причем с тонкой структурой, что они делают, почему они там, почему они сопровождают особенно эмоциональные такие события, это непонятно, вполне возможно что это одна из существований вот такого внеземного интеллекта, который подпитывается нашей энергией, но это я фантазирую, я несколько не настаиваю, не утверждаю ничего, но тем не менее такие идеи есть, поэтому возвращаясь к комиссии по лженауке, вполне возможно что эти ребята которые там живут где-то имеют вот такие подсадки, хотя это не очевидно, это смысл гипотеза, но это вполне возможно, вопрос хороший. Ну или хотя бы могут находиться под управлением как есть такое зомбирующее влияние, мы знаем об этом, гипнотическое влияние, когда вроде человек не хочет, а делает. Конечно, не обязательно выезжать наши драматомы, они могут издалека работать, вы смотрите снимки даже НАСА, чуть ли не там 90-х годов, некоторые снимки я видел, в интернете они есть, вокруг Земли тысячи, тысячи вращаются этих самых таких круглых структур, которые вдруг начинают резко двигаться под разными углами, но явно искусственное происхождение, может быть, мы являемся полигоном каких-то космических экспериментов, я этого не исключаю, они нас рассматривают как тараканов в банке, которыми манипулируют, заставляют воевать, драться, любить и так далее, изобретать, вот это тоже возможно, но это мы ушли в углу с фантастики, но она не должна быть. Если уж мы говорим про то, что многие ученые отвергают, когда же науку, то так иначе для них и то, что вы уже говорили, является какой-то фантастикой, так что не вижу ухода для них в какую-то фантастику, мы говорим о том, что мы всего лишь на все видели, что-то может быть додумываем и так далее, будут нас принимать они как фантазеров или нет, это уже их проблема. Наша задача просто о этом говорить. Абсолютно не правда. Так, вопрос в эфир Ольги 74. Петр Петрович, большая радость слышать вас на радио и задавать вопросы. Первый вопрос, уточню вопрос от Светланы, когда она спрашивала про знаки и символы. Многие уважаемые люди славянского мира не советуют делать татуировки славянских рун. Могут ли они оказывать влияние ДНК, если татуировку сделать? Думаю, что да. Хотя доказательств нету, но думаю, да, потому что такие мощные структуры, информационные, кое-нибудь говорят, руны, это, конечно, вероятно, это работает. сама ДНК в наших хромосомах, она имеет очень интересную топологию, не только голографические, кристаллические, но, например, там наблюдаются такие структуры, типа крестов, еще какие-то, катенаны, там много топологий. Это все тоже специальные структуры, которые несут какую-то информацию. Поэтому это предстоит еще изучать и изучать и изучать. Эти особые знаки, если хотите, генетические мандалы, они присутствуют в наших хромосомах. Но это предмет будущего изучения. Второй вопрос от Ольги 74. Какое влияние на гены оказывают гормональные лекарства, в частности Л-ти-роксин? Ну, насчет Л-ти-роксина я не знаю, там надо смотреть специальную литературу, а то, что гормоны некоторые взаимодействуют непосредственно с ДНК, с хромосомами, это давно известный фактор. Они могут увеличивать синтез белков и так далее. Это особая область иммунологии и других наук. Так что это вполне возможно. Не то, что работает. Дойдет вопрос. Здравия, соведущим. Петр Петрович. Вкратце, какое научно-прикладное применение может быть у лингвистика волновой генетики в аграрной области и что уже достигнуто по этому направлению? Благодарю за ответ. область применения неограничена. То есть в принципе можно получать любые гибриды. Любые гибриды растения запрещенные. Вплоть до того, что бообаб земляникой можно склести. Обычными методами селекции ты этого никогда не следуешь. А методы волновой генетики они знают межридевых барьеров, классических барьеров. Пожалуйста, надо пробовать. Я же говорю, гибрид курицы и картошки мы сделали. Так что это просто необъятное поле деятельности. Потом водителей сельского хозяйства просто убило. Причем так избирательно. Не так глушат репелленты всякие. Другие ядовики вещества бросают. Душ правда был использован для того, что плещает барьеров. Значит вот всю эту нечисть которую можно безболезненно убрать из биоты. Ничего такого страшного не случится. Это можно делать в раз методом волновой генетики. И получать любые любые сорта. Убирать всяких паразитов, всякие плесени, которые там картофеля, пшеницы, лечменя, убивают. Значит можно создать такие квантовые антибиотики, которые будут спокойненько и избирательно убирать. То есть экономия льванская, пожалуйста, только финансируйте направление. А не покупайте гербициды тоннами, отправляя всю почву, все живое отправляя гербицидами, а не только какие-то не нужные нам растения. Мы поставили эксперимент простейший, который показал неодновременно опасность. Когда мы взяли маленькое растение, гербицидов Шестарьяна, изученный генетикой поперек, геном сиклинирован, все. Резушка талия называется еще любимая, из любимых объектов генетиков. Так же, как дрозофилы, называют растительным дрозофилы. Так вот, мы взяли выделенные из одной генетической линии ДНК. Выделили ДНК и использовали это как матрицу для считывания информации. А, подчеркну, что чистый препарат ДНК, выделенный из какой-либо биосистемы, это уже испорченный генетический аппарат. Потому что она, во-первых, она порвана, это деполимеризованный препарат, а не чистый препарат, не нативная ДНК, а разородная ДНК. И второе, она лишена гистонов и других белков, которые функционируют на молекулы ДНК, ассоциированы с ней. И вот такую ДНК испорченную мы взяли как матрицу, считали с нее лазерную информацию и получили вот это широкоболосное поле, содержащее торсионные составляющие инфраструкционные, а в данном случае получилась без информационных составляющих, потому что ДНК была порвана и гены были разрушены некоторые. И мы подали эту информацию на все четыре стороны. И в институте общей генетики там один специалист, который всю жизнь проработал по генетике арабидоксиса, и мы с ним вместе учились, он такой на кафедре генетики, а я на кафедре мукулярной биологии, и вот мы с ним встретимся, и говорят, давай, волос, давай, сделаем такое. Ну, давай. А у него там десятки десятки генетических линий арабидоксиса. Ну, специалисты знают. Вот, и мы, значит, находясь, я находясь в институте проблем управления Российской Академии Наук, значит, включил лазер, считал эту информацию, она пошла на все четыре стороны, через вот эти носители, через порционные поля, и достигл, конечно, этот институт общей генетики, и эту лабораторию, естественно, так же, как и вообще весь земной шаг. И именно эта линия, а десятки других линий, этот, Володя, он рисковал, потому что у него вся работа была, и докторская, на этом году. Если бы я там грохнул бы все линии генетических, было бы очень сложно. Кстати, так же получилось с раковыми клетками на посуду расходоваться. И, значит, включили, поработали час, выключили, и, значит, где-то через какое-то время он мне сообщает на ушко, ты знаешь, что получилось, ты говоришь, тихо, чтобы никто не спрашивал, ты меня умолил, ты длинный фильм из этого института. Значит, они все ему смутировали, и погибли, во втором поколении погибли. Вот, что получилось? Значит, мы дали генетическую де-информацию, потому что часть генов была разрушена. Я уж не говорю о квантах генов, которых подали информацию. Значит, это как раз нам показало, что вот, можно, так сказать, убирать всех вредителей, по идее. Не вредители, а особняки. Собняков, пожалуйста, в Подмосковье есть такое растение, как же он называет зубу? Борщевня. Ядовитое растение, страшное растение. Там животных погибает, люди даже погибают, обжигают. Можно убрать этого самого борщевника, вот таким путем. Выдели оттуда ДНК и подай эту информацию, и все, вся весь борщевник идет. Борщевик кавказский или геркулесово трава, еще называется. А? Геркулесово трава или борщевик кавказский. А, да, 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 да. Вот даже ко мне писал один товарищ, видимо, из Сильковской какой-то структуры, и давайте ну, пожалуйста, дайте мне препарат ДНК, я вам дам спектр. Просто включите на поле, и все, плейер поставите и посмотрите, что получится. А можете себя просто где-нибудь в лабораторию в комнате проверить, а потом на поле будет. Вот, но что-то он написан не мог договорить ни с кем, чтобы выделить препарат ДНК, потому что надо платить, а денег нет, как всегда. И личная проблема, да. И личная проблема. Ну что ж, идем дальше. Вопросов много. Эдгар, вопрос в эфир. Петр Петрович, вы запатентовали какие-то свои методики? А, ну это, да, это целая история. Значит, я подал вместе там с одним товарищем 10 заявок на патент. 10 заявок. Значит, подавал по линии медицины и попал не туда. Надо было по-другому, так сказать, где там все подавать, по сельхоз. там народ попроще. А по линии медицины, значит, там, видимо, было распоряжение, типа такого, как Портов имел, от кого-то там, не знаю от кого. Значит, глушить все. Глушить. Там вообще, я в Роспатенте, когда был эспирантом, я в Роспатенте поработал, чтобы копейку заработать. И мне сразу говорили, ты давай, вот тебе заявки, глуши все. На корне. Я там выяснил всякие недостатки, писал, они там отвечали. Я эту кухню немножко понюхал, потому что противно стало. Ну, вот, значит, и так что это вот имеет место быть. Хорошо. Хорошо. Смотрим дальше. Вопрос от Виктора. Петр Петрович, есть ли возможность, используя ваши разработки, вырастет новые зубы? Был ли практический опыт этого? Да, сейчас расскажу. Только закончу. Что я подал здесь заявок на патент, они были все завернуты с формулировкой «Это лженаука». А лженауку мы не рассматриваем. Ну, как всегда, да. Да, чтобы ответить до конца на предыдущий вопрос. А на счет зубов, тут, значит, у нас был один-единственный случай, но он потрясающий. Тоже фактически прецедент. Котаж как с регенерацией спинного мозга и с восстановлением двигательной активности у этого парня Мэтью Кохкохена из «Неведомой Бога». А тут мы, значит, еще раз повторите этот вопрос. Вопрос такой. Был ли практический опыт по выращиванию зубов? Зубов был. Значит, насчет зубов. Потому что меня отвезли воспоминания на зубов мэтью Кохкохена. Да, было, было, значит, мы, что, женщина 60 лет, беззубая, значит, у нее диабет, диабет. И попросили, значит, меня с ней поработать. Это как раз матч одна из ухотницей групп из Нижнего Новгорода, которые воспользовались наши торонские эксперименты. И, значит, хорошо, давайте попробуем. Но эксперименты ставить на люди в ключе, в котором мы в Канаде делали, это невозможно. Потому что в Канаде же мы брали поджелудочные железы новорожденных крысяк, здоровые поджелудочные железы, и считывали с них информацию. И у нас произошла регмирация вплоть до 20 километров. А тут что? Значит, новорожденных нет, да и нельзя брать. Значит, кто разрешит, и мы сами не будем. Значит, надо брать поджелудочные железы, оперировать. Значит, отпало. Давайте попробуем мы, значит, на, возьмем кровь из пальчика внука этой бабушки. Значит, ее внук. Ему где-то 10 там лет что-то там было. смена зубов. Смена зубов. Это раз очень хороший период. Мы попали на него. Взяли кровь из пальчика и стали, значит, спектром вот этой крови бабушку это озвучить, облучать, облучать. Облучали, облучали, очень довольно короткое время короткое время и вдруг у нее разнесло челюсти, опухи челюсти. Нижняя особенно и верхняя. Она же бежит, снимает снимок, рентгеновский снимок, потому что не понимает, в чем дело. Мы тоже в панику удались, думая, что-то не то сделало. Кстати, у нее сахар начал прыгать уже. Он был очень высокий, потом раз упал, потом опять прыгнул. И вот мы подбирали режим, потому что там очень важен временной режим, сколько времени воздействует на пациента. И вот она как раз в попытках найти оптимальный режим и вдруг у нее опухло, отек. Снимок делает рентгеновский и видит в ужасе и показывает нам, рассказывает, что там у нее три зуба коренных регенерировали, окрадкий промежуток. Всего где-то недели-две, наверное, суперскорость огромная, как с картофелем, когда рост там был 2-3 сантиметра за ночь огромная. А тут за пару недель у нее выросли эти зубы, регенерировали. И что получилось? Они уперлись, она же не ожидала, что там так-то все быстро пойдет. Даже думать не думала об этом. Она же диабетом к нам пришла. И мы тоже не думали. А значит, зубы что? Они уперлись в эти самые протезы и пошли в стороны. И тем самым травмировали ткань, десен. И десны опухли. А на снимке просто великолепно видно три коренных зуба вылезли и пошли в кость. Как только это стало известно, значит, об этом узнало начальство этих ребят, которые со мной работали, группа моя, значит, их собрали и спрашивают, кто разрешил вам работать в этом направлении. Они в растерянности мне звонят. В чем дело? Как быть? Я не знаю. Ваша там кухня-то. Я в Москве, в Нижнем Новгороде. Короче, группу разогнали. Так же, как в Баумском университете. Мою группу разогнали и тут тоже разогнали. Ну, совок, короче говоря. Но смешно и не очень смешно. Через некоторое время эту группу собрали вновь, поняли значимость этих вещей и закрыли. Теперь эти ребята работают супер-секретным режимом. Я догадываюсь, что они там делают, но об этом говорить не буду. Вот. Также был случай регенерации вот такой единичный. Вести к этому больше я не возвращался. Хотя много раз меня просили. Вот. Я говорю, ну, если вы создадите точно такие же условия, как это было в Нижнем Новгороде, что мальчик меняет зубы и кровь может взять с него из пальчика и вот все точно будет совпадать, включая время года и так далее. Все это важно. То давайте попробуем. Может, ни у кого таких точных условий не было, а потом просто стал отказывать, потому что мы пока в этом направлении не работаем, поскольку нас заблокировали. Вот. Вот. Тут сразу такая реплика появилась от Ракуинона. Вот это да. Может быть, попросить Петра Петровича выложить в интернете запись того спектра для восстановления зубов? Ну, этот спектр давно забыт уже. Ну, прошло, господи, 10 лет уже с тех пор. Я уже думал об этом забыл. А потом этот спектр годится только для родственников, видимо, я так полагаю. Вот эксперименты с Робидопсом показали, что он действует только на близкородственное. чужой человек может не подойти. Хотя, кто его знает. Может быть, подойдет. Но надо работать. Опять-таки, для зубных врачей, конечно, это сразу кость в горле. Они тут же все заблокируют. Так же, как с глазами. Вот я вырастил сетчатку глаза на слепом правом глазу. У больной, который даже поменил прибывшего. Был такой случай. Правый глаз слепой. Чему? Нет сетчатку глаза от рождения. Нет сетчатку. Значит, мы подобрали особую матрицу. Сейчас не буду делать такую. И, значит, она ее использовала в течение двух мусора. И, опа, у нее правый глаз прозрел. Делает снимки. Заметка. Сканирует глазное дно. Чтобы посмотреть. Поле зрения. Поле зрения. И, значит, видит, что нулевое было поле зрения. Значит, правого глазу слепой глаз. А после, насчет отработки ее соперщим спектром, у нее 70% прозрения правого глаз вернулось. А левый был где-то 70-80%. Ну, пожилой человек. А стало 90%. То есть, она прозрела. на правый глаз она прозрела. Вот еще один прецедент регенерации уже сетчатки глаза. Автальмологом дай-ка такое. Значит, все, тут же я конкурент. Я даже пытался с Молдашевым, который меня в свое время поддерживал, но крупнейший спектарист, который тоже вырастил глаз Горбачевой от Наконильца Горбачевой жены. Ну, и, значит, тоже у нее получилось что-то такое. Она видит свет просто и силуэты. Но это тоже большой успех. Я ему говорю, молдови бывает сама с собой вот эту методику. Испугался? Испугался, да, и все. Не получилось с ним. На носике это идея. Хотя, знаете, для астеноликов это же такое поле. Так же, как и для зубных врачей, для донтистов. Работай, пожалуйста. Да сейчас даже спинной мозг вот я восстановил, уже много раз докладывал. И тишина. Тишина. Никто, ничего. Знаете, а у нас тысячи больных, тысячи каких-то спинальников. Ну давайте в госпиталях эту методику используем. Нет, в Еган-Азбурге только продолжает работать. Слово, хоть там начали продолжать. Печально. Елена 777 уточняет, а можно ли вашим методом излечить безорукость, раз уж про глаза говорим? Ага, это любимый вопрос, который, значит, глупыхателей там много на белом свете. Горяев вот все время толкует, что чуть ли не панацея. Во-первых, я никогда не говорил, что это панацея. А сам-то в очках ходит. Ну да, конечно. Я использую некоторую программу. Да, у меня было зрение после аспирантуры, посадил ее, потому что с электронным микроскопом много работал, а там напряжение глаз огромное. А иначе у меня зрение было минус 5, но сейчас я его убавил, так сказать, до минус 3. Ну, может быть, это сказалось, а может, еще 3 года. Короче говоря, некогда собой заниматься. Меня мое зрение вполне устраивает, там, ну, очки, ну, что же, ну, очки, страшно. Вот если глубокая миопия, там, допустим, человек на минус 15, да, вот это уже плохо. Тут надо что-то делать. Вот, надо опять-таки врачи меня близко не подпускают, только вот тех, с которыми я работаю, которые верят в это дело, они преданы мне, так сказать, все, но я даже не разглашаю их имена, потому что хватит меня в баунском университете, когда профессор, значит, один, который меня поддержал, его просто увобили, и все. Да, подставляться в наше время не надо. Да. Да и вообще подставляться не надо, надо жить. Хорошо. Дальше идем. Миколаевич, вопрос эфир. Чем могу помочь институту лично я? Ярко Иенон поддерживает. Присоединяясь к вопросу, чем мы все можем помочь всем нашим славянским мирам? Да, очень просто. Значит, мы вынуждены останавливать такие эксперименты с крысами, например. Да, обидно. Довольно долго мы, значит, калорий этим рыцам, они уже накануне того, чтобы умереть, они живы. Значит, не хватает денег на обслуживание крыс, оплачивать надо работу этих самых людей, которые работают в аварии, вынуждены забить их. Вот. Не хватает денег, просто элементарно не хватает денег. Финансирование. На государство рассчитывать не приходится, оно нас подавляет пока. Я думаю, что, может быть, придет время, и оно поймет, что упуская так же, как он с холодным, ягодным синтезом, упустили, ребят, Соединенные Штаты, все, сейчас огромные миллиарды пойдут туда на заказы, значит, изотопов с холодным, ягодным синтезом. А если бы мы занимались генами, которые отвечают за вот эту трансмутацию, за холодный ягодный синтез, да, то можно сделать, так сказать, не только с бактериями, но и с растениями. Они и так обладают способностью к часу с холодным, ягодным синтезом. Вводи туда растения, гены, да, может, комбинаторику генов, но там, может быть, десятки раз способность радиоактивность убирать, переводить радиоактивные изотопы, не радиоактивные, она бы растет. Но за все такими растениями область черного и все. Видите, как хорошо было бы, если бы поддержали эти исследования. Нет, нас помогают. Поэтому приходится пока терпеть, работать в таких условиях. но государство теряет. Вот на примере этих ребят, которые в штаты сейчас въехали, на примере это стратегическая ошибка или вредительство комиссии по лжи науке. Это академик Александров, который возглавил комиссию по лжи науке. Его внук работает с холодным ядерным цинкером. Причем этот файл, который, значит, Шипов скачал, слава богу, успел, он вернулся снова к этому файлу, попытался, нет, стерли. Стерли, понимаете? Ну, не подлинг след. Внук работает, а это, значит, папочка, который возглавил комиссию и ратует за то, что идея холодного ядерного синтеза это лжи наука, значит, он тут подавляет всей сведущей. А он придерживается только горячего ядерного синтеза, да? Другого он не имеет в виду? А зачем? Нет, я говорю, он придерживается... Горок, очень опасный. А холодный, ну, бактерии взял, смешался с грунтом, вернее так, с рудами, с радиоактивным, изоток, например, урана, нерадиоактивным. Насколько я помню, 2035, по-моему. Значит, он превращается в, так сказать, нерадиоактивный, в 2080, еще как-то там. Полностью. Я просто, конечно, на моем вопросе есть доля шутки, просто, как понять, при какой температуре начинается горячий, и при какой температуре холодный? Вот, есть такое распоряжение? Горячий, это условное. Ну, вот я про то и говорю, все условное. В ускорителе, в синхофазотроне, вы разгоняете частицы, элементарно, вылезая опять на всю область, до суперсветовых скоростей, бомбардируете ядра, его изменяете, но клонный состав. Ядер, соответственно, у вас элементный состав меняется. Вы там из меди получаете, там железо, допустим, и так далее. То есть, в принципе, нет ограничений. И разработана целая огромная система, значит, как это делать на ускорителе. А тут просто бактерии. Вот они, вот этот клоновский барьер, когда не надо энергии, а при комнатной температуре, где это идет, или там при 36, каждая бактерия своя температура, максимальная, ну, такой невысокий, 36 градусов, допустим, а можно при комнатной температуре. И все, они осуществляют холодный ядерный синтез. Через некоторое время они провели это дело, перевели, значит, изотопы в нужный нам изотоп. Потом это все берут, экстрагируют оттуда вот эти самые полученные изотопы элементарным путем, да, и каждый изотопчик стоит миллионы и миллионы долларов. И это используется и в космотехнике, в оружии, и так далее, и так далее, в электронике колоссальное применение. И мы сейчас тратим огромнейшие деньги и закупаем это или тратим сами сопроизводимые. Зачем, когда, если бы этих ребят пригрели, дали бы им возможность работать, все, Россия бы имела колоссальные выгоды, продавала бы и получала бы огромные миллиарды. Нет, сейчас нет то же самое. о нашей технологии. Если бы мы широко распространили наши технологии регенерации органов и тканей, то это реальный путь к торможению старинного. Ну, давайте заменим старую печень на новую. Не надо пересаживать. Не надо убивать людей на органы, как это делает сейчас во многих странах мира. Новая печень, новая почка, новая поджелудочная жизнь. Пожалуйста, новая сосудная жизнь, новая кожа и так далее. Пожалуйста, только вывели стволовые клетки и доноры информации выделили. Все, больше ничего не надо. Это относительно дешевая программа по программированию стволовых клеток человека. Ну, в этом случае кто-то скажет, а бизнес где? Без бизнеса как жить-то? Так что, наверное, вряд ли. Вряд ли просто соглашаться. Там больные, мы их лечим. Это же не бизнес. Нет, ладно. Поскольку невозможно патентовать, ну, раз так, пожалуйста, я патентую и все. Верене патентую, публикую и все. Еще, я помню, призывал меня академик, который недавно скончался. Короче говоря, идея такая, что надо дать это людям все, пожалуйста, на тебе идите, только не используйте как оружие. Все, мне не жалко. Ну, еще говорю, в очередной раз мне терзают смутные сомнения, что здесь надо что-то кому-то загубить, для того, чтобы там что-то производить и на этом делать деньги, которые берутся, опять же, с нашей стороны. Бизнес, ничего личного, как говорится. Так, дальше. Хаврушечка написал. Петр Петрович, настоящий воин света, слушаю всеми своими ДНК цепочками, боюсь дышать. Так, дальше. Вопрос от Ольги 74. Первое. Прививки, особенно детям в грудном возрасте, влияют ли на гены? В грудном возрасте что? Прививки, особенно детям в грудном возрасте, влияют ли на гены? Это очень тяжелая вещь, очень тяжелая вещь, потому что сейчас уже становится очень многим ясно, что прививки, через которые проходят как все, фактически все, они стали средством уничтожения поколений. Значит, в этих самых прививках находятся масса всяких нехороших веществ, включая самые простые ионы тяжелых металлов в рту, там и так далее. Значит, полет бедным детям и потом начинает болеть, начинает болеть и умирать, и превращаться в уродов. Вот это концепция золотого миллиарда. Значит, вполне возможно, что это не фантастика, не фантазия, а это факт. Значит, хотят, даже Билл Гейт об этом говорил, 7 миллиардов слишком много. Давайте мы 6 убьем, а 1 миллиард самых лучших, самых достойных останется. Останется миллиард, и из них, допустим, 100 миллионов самых умных, самых достойных и так далее. остальных будут рабами. Вот такая очень простая схема. Поэтому вот эти ГМО продукты играют сюда же, вызывают вырождение людей, и, значит, прививки. Все детишки проходят вот эту грустную акцию прививки, и потом начинают болеть, а то и умирают. Многие другие патологи возникают. Я лично сталкивался с этими вещами, не знаю, как это проходит тензи. Этих людей знаю. Так что это мрачно, очень мрачно. Очень трудно бороться с этим. Заставляют делать прививки. Не принимают ни в школу, ни в детский сад без прививок. Нашмар какой-то. Народ пытается избежать этого, как-то дать взятку, чтобы отстали с этими прививками, чтобы в детский сад устроить ребенка или в школу. Ужас. Вот что делать. Да. Второй вопрос от Ольги 74. Вирусы особенно в последнее время оказывают ли влияние на генетическом уровне? Благодарю. Ну, конечно, да. Скажу. Они являются переносчиками генов. Вот. Их используют гены геневерии как переносчики генов. Кстати говоря, с этими вирусами, например, гриппа, спида, зика и так далее, патогенные вирусы, они будут совершенно спокойно быть уничтожены нашими методами. Вот как мы две патогенные бактерии я нашел сокол к антибиотике мамочки вылечили свои детей буквально за неделю. То же самое я предлагал в институте Гамалея пытался обращаться. Тишина. Туберкулез. Палочка коха. Она не уничтожила. Она тоже очень быстро привыкает к антибиотикам, к лекарствам, выживает, сидит у нас в латентном состоянии. И потом вдруг пускай все мы имеем много палочка коха. Если иммунная система хорошая, она не проявляет. Заслабела, все, заболел. Значит, что вирусы, что бактерии патогенные. Пожалуйста, давайте, я буду их уничтожать. Избирать и но. Так как антибиотики делают, чехом убивают все. А то, если избирать, убирать, значит, вирус гриппа, вирус спида, вирус зика и так далее, и так далее. Пожалуйста, это можно сделать. Бактерии патогенные, туберкулезную палочку, палочку коха, да, можно убивать. Давайте, ребята, давайте, вот простая технология. Нет, тишина. Ты уже ученый, сиди и молчи. Да. Что ж, и дел дальше. Существует ли так, если полностью вопрос, наверное, хорошо. В существующем государственном устрое, не сначала есть вопрос, к сожалению, не отпечатался. очень трудно внедрять и применять новые технологии на благо людей, в том числе лингвистика, волновую генетику. Какой общественно-политический строй вы видите в России в будущем, при котором русская наука и русская мысль будет востребована и получит поддержку от государства? благодарю. Хороший вопрос. Даю очень точный ответ. Я люблю давать точно ответ. Точно ответ такой, не знаю. Не знаю. Я сам в очень большинстве раздульных по этому поводу что делать. Давайте вместе соображать. Давайте. Ну, в общем, да, мысли правильно, потому что если мы видим, что в государстве существуют такие предатели, которые из-за денег или из-за своей глупости тормозят процессы, которые реально могут помочь людям, а государство состоит из людей в первую очередь, и как любое общественное формирование, оно должно защищать интересы граждан в первую очередь, да, государства, то в этом случае встает вопрос, может быть, что-то не так настроено в государстве, может, где-то что-то стоит подправить, может, где-то что-то не учтено, или кто-то что-то перевернул. Такие вопросы не революционного характера, ни в коем случае мы за революцию не призываем и не ратуем, мы понимаем, что революция делается на определенные деньги, определенными людьми, поэтому мы против революции. Но, с другой стороны, может быть, есть, как вот вы можете там подправить, да, в клеточке что-то такое, то же самое может быть и здесь, в системе государства как раз какой-то там волновой синтез, ну, условно, там провести, какое-то облучение сделать, чтобы мерзавцы, негодяи отсосались и ушли, да, а вот те люди, которые хотят восстановления державности, хотят счастья людям и настоящей государственности, если по-сегодняшнему говорить, может быть, такие бы и продвинулись вперед. Вопрос, значит, я даже много думал, ну, во-первых, то, что вот вы как бы идею высказали, значит, это похоже на, опять-таки, оружие использование, значит, негодица. Значит, тут я вижу другой путь, я вижу другой путь. Значит, у нас мы обнаружили на нескольких, так сказать, добровольцах, что вполне можно, ну, менять, что ли, позитивную сторону, духовную структуру, мозг, человек, сознание его. Вот, значит, это тоже наши технологии, все. Ну, не дай бог, если это попадет в чужие руки. А так, значит, надо начинать именно с перестройки души. пока вот люди вот такие, которые придают и продают все бесполезно, так и будет продолжаться. Значит, надо с молодых ногтей выращивать порядочных людей. Звучит, конечно, хорошо, как это сделать. А сделать, вот, надо выбирать какие-то идеалы человека, который, значит, хранится в этой полностью, так называемой, голограмме, потому что все мы умираем, и даже когда живем, мы распечатываемся бомбой, очень крупный физик, которого угадал Эйнштейн, он сказал, что все мы распечатаны в голограмме, все, все, что существует в мире, там находится, и мы можем найти адрес к этому. Вот мы сейчас научились немножечко находить адреса. Так вот, можно брать просто, грубо говоря, ну, образ какого-нибудь человека, да, реального, который жил когда-то, или живет, да, считывать с него информацию и подавать на другого человека, и он может перестраиваться в позитивную сторону. Причем, можно это делать, так сказать, видимо, не на одного, а на многих сразу, да, вот такое, как бы, квантовое воспитание. Но, повторяю, это очень опасно, очень опасно, потому что это, ну, потому что опасно, вот и все. А так мы получили, мы получили. Например, перестройка сознания, одного из моих ребят, которые, ну, мне доверяют, и сами согласились, я говорю, ну, ты понимаешь, что ты можешь иметь негативные результаты, а вдруг вот тот человек, который ты хочешь, с кем хочешь, грубо говоря, гибридизоваться в духовном плане, да, а он чем-то болеет, да, а мы не знаем, не проверишь это так, мало ли, что я там генетику. Нет, давай. Ну, хорошо, я сделал. И, значит, человек приобрел свойства донора, уникальные свойства донора, такие творческие, которых у него раньше не было. Вот, это один случай, другой случай, примерно такой же, да. Человек погибал, какой, знаете, несчастный, он там, мама его прокляла, не хотела его, когда родился, она его прокляла, и вот он тем самым запустил ему такую линию нехорошую, линию развития, и человек был, наверное, на грани того, чтобы просто уйти из этого мира. И я сделал программу, все, он сейчас доволен, сейчас спокойно работает, творческий человек такой, да, забыл про все, как будто и не было, потому что к хорошему привыкаешь хорошо, быть быстро и хорошо, а потом долго помнишь плохую. Так что вот этот путь, понимаете, вот он мне представляет это более реальным, но, значит, тут большие этические барьеры. Во-первых, это все надо делать в согласии, во-вторых, значит, хорошо ли это с точки зрения общечеловеческой перспективы вот так воздействовать на людей, в этих это опасно. Чуть-чуть в сторону уже пойдет замбаш. то, о чем мечтают, превратить человечество в стадо баранов, большую часть человечества. Поэтому, как всякое научное достижение, значит, оно имеет две стороны медали, обоюдоострое, ну и вся штука. Поэтому тут не знаешь, как повернуться. Ну, я вот дал все эти идеи, что мог пока, опубликовал, ну, давайте думать все вместе. я не специалист в социологии, так далее. Поэтому мне трудно судить, но я вижу оплату все. Я предупреждаю об этом. Да, и пока еще листое не просит. Да, я согласен с этим, когда я такие вещи говорил, несколько был такой провокационный вопрос, с честью вы ответили. То, что понятно, что это не наш метод кого-то облучать ни в коем мере, на мой взгляд, людям, которые стремятся к свету, нельзя пользоваться вот этой чернухой, магией, темной, без доброволия кого-то там облучать, заставлять, зомбировать и так далее. Вот, и здесь сразу ответы посыпались. Вот Евгений написал «Общинный строй, копное право, работа мысли». Вот наш выход. Вот, и здесь еще была какая-то фраза, что надо становиться хозяином своей земли, вот и все, и с людьми просто общаться, говорить им о том, какая польза от того, что человек становится здравомыслящим, чтобы он задумывался. Почаще будет задумываться, почаще мы будем встречать здравомыслящих людей. Ну, то есть реакция сразу последовала вот как раз в таком плане, не то, что давайте себя сейчас облучим и сделаем счастливым, как в многих научных фильмах уже и книгах было описано, что и потом из этого получается. Ну, это немножко из оперы «Ребята, давайте жить дружно», знаете, в хорошей форме, но она не работает, к сожалению. Потому что все люди неравны, и начинают драться за это. А что делать? Вот вы говорите, облучать нехорошо. А мы все время облучаемся. Просто наша технология более мощная. любая речь это уже на лингвистической генетике. Когда ты воспитываешь ребенка, ты ему словесные гены вводишь в голову. Как еще Бехтерин говорил, что ментальные микробы засаживаются, ментальные микробы. А я бы сказал, что это вот волновая гена такая, вот такого ментального плана. Потому что любая идея, она похожа на вирус, который вознажается в голове. Вот идеология фашизма это как раз типичная квантовая генетика волновая, словесная, лингвистическая. Потому что идеология построена на словах. Эти слова проникают в голову как вирусы, размножаются в твоей голове, а потом ты другому передаешь это. Знаете? Поэтому вот такое акустическое воздействие или фотонное даже читаю. Мы читаем тексты, а тексты это фотоны. Мы получаем квантовую фотонную информацию через тексты. Так или иначе это работает все время. Другое дело, что мы это сконцентрируем в какой-то специализированной аппаратуре, которая обладает более направленной жестким воздействием. А так, пожалуйста, любой оратор, любой политический деятель, он программирует речевыми генами толпу. Помните, как Марк говорил? Идея, обладевшая массами становится материальной силой. Вот это давно. Речь как раз облучении звуком. Все это не снимает опасность, о котором я говорил. Конечно, то, что ее может применять и негодяя, и добрый человек. Евгений ген пишет, вопрос эфир, можно ли с помощью мысли изменить свое здоровье или свою жизнь сделать богатой и процветающей? конечно. вот знаете, словесные наговоры или речевое программирование Сытин. Вот человек, который напрямую работает на лингвистическую генетику, и у него целая система разговора с самим собой, разговор со своим сердцем, со своим почками, со своим мозгом и так далее. И он сам, ему уже за 90-х, а умирал после войны, ранен был Сытин. Посмотрите в интернете Сытинский наговор. Так что это уже используется, вот речевые структуры, квазигенетические, потому что речь это квазигены, а гены это квазиречь. Вот Сытин использует. Поэтому, конечно, можно свое собственное здоровье исправить, если ты правильно настраиваешься, а не просто между делом жуя бутерброд что-то такое себе говоришь, ой, какой я хороший, у меня такое хорошее сердце. Так не получится. Требуется настрой. Определенная это технология. Почитайте Сытину. Вот, это не так все просто. И тогда получается фантастические изменения. Люди излечиваются от рака, у них улучшается зрение и так далее, и так далее. Вот что такое лингвистическая генетика в действии. Вопрос в эфир от Ильи из Саратова. Добрый вечер, Петр Петрович, скажите, пожалуйста, насколько верно утверждение, что болезни можно лечить воздействием на биополе больного органа? Ведутся ли какие-либо работы в этом направлении? Ну, конечно, мы так и делаем. мы так и делаем фактически, да, мы воздействуем, мы лечим раковых больных, воздействуем на опухоль, создаем определенные фантовые матрицы в виде звука, повторяя, содержащие торсионы стадающих. И, значит, люди слушают эти матрицы, они пишут нам письма, мы им даем, значит, что надо сделать для этого, и передаем по электронной почте обычные звуковые матрицы, но они необычны тем, что они построены на принципах лимонистик волнной генетики и содержат в акустическом поле еще торсионные стадающие. Так что это все делает нам. Дальше. Вопрос в эфир от Олега из Иркутска. Занимаетесь ли вы и ваши коллеги, ваш коллектив в реальное время извлечением людей по вашей технологии? Если да, то какие информационные ресурсы к вам можно направлять нуждающихся? Особенно жестко стоит вопрос про окно про онкобольных. Таких сейчас море. Благодарю. Значит, одна из основных наших технологий, которые мы еще предпочитаем использовать, это технология работы с поповидной кровью и с плацентой. Ну, вот приходит навраковый больной, вот говорит, ну, вот он, вот опухоль, начали пишет, у меня там четвертая степень рака, не знаю, что делать, химию меня задавили, еще хуже, что делать. Значит, мы спаем так, мы предлагаем им найти, не найти, если у вас есть новорожденные внуки, дети, здоровые, пуповидные, то мы предлагаем взять для них пуповидную кровь, когда они рождались, если это получилось у вас, и пуповидную кровь и плаценту. Это можно договориться с врачами и взять небольшое количество, 2 миллилитра крови примерно и кусочек плаценты из любого места размером полсантиметра на полсантиметра. Все, вот эти образцы кладутся на лед и к нам привозятся. В течение трех дней ничего с ним не случается, даже больше, но мы рекомендуем в течение трех дней. Привозят, мы снимаем спектр с этих вот этот самый модулированный шикопалцин спектр, содержащий трассионные компоненты, и этот спектр даем в качестве такого квантового лекарства. Человек просто слушает. Это один путь. Другой путь, которым я не очень люблю говорить, потому что я подставляюсь. Скажу, я много раз говорил, берется детское фото, берется детское фото. Больной человек, я говорю, давай детское фото. Это немножко риски такие. Если на фото больной ребенок, например, Иван Иванович постарел, заболел, я говорю, Иван Иванович, давай свое фото, чем раньше, тем лучше, ну там два года, три года, до пяти лет. Вот, когда еще ребенок не успел переболеть много. И, значит, сканируется фотография, или просто приводится к нам в офис, если в Москве товарищи. все, мы с этой фотографией снимаем спектр. Вот, это вот предмет критики. Что вы там из фотобумаги можете вытверпать? Это же обман, вы всех обманываете. Оказывается, нет, ребята, образ человека на фото, ребенка, это адрес той самой бомовской голограмме, о которой мы не говорим. Где мы запечатаны, запечатлены размазанами по всей. Значит, если ты нашел способ обратиться к этой голограмме этого конкретного человека, то ты снимаешь информацию с него. Вот, например, в двухлетнем, трехлетнем, пятилетнем, четырех. Вот я свою информацию четырехлетнего себя использую на себе. Вот. И, значит, тоже видишь спектр. Вот точно так же, как мы вообще наш сняли, да, тоже с фотографии тех, что там некая такая квантовая ментальная конструкция, которая парит на фото, грубо говоря, мы не знаем механизм, честно скажу. То же самое с фото ребенка. Значит, мы сканируем, даже назвать сканирование нельзя, значит, лазерный пучок направлен прямо на лоб ребенка, на лоб, ну, так, и там по-видимому идет интерференция фотонов лазера с теми фотонами, которые отражаются от фотобумаги. Потому что мы видим фотообраз, мы видим глазами, как любую вообще, любой рисунок, любой текст и так далее. Мы видим фотоны, правильно? Вот эти фотоны каким-то образом взаимодействуют с фотонами лазера. Как это происходит, я не знаю, я не физик. Значит, я как раз Геннадий Иванович и Шипов обсуждаю это дело, почему так получается. И в итоге мы получаем этот спектр, который очень мощно воздействует. Но там требования жестких фотографий. Во-первых, ребенок должен быть здоров. А мне говорят, откуда я знаю, 60 лет тому назад какое я был здоровый? Нет? Вроде да. Я говорю, требуется точное знание. Если не уверен, то не давай, не заказывай ничего. Ну, шли свой страх и риск. Они считают, что я их предупредил. В любом случае я покажу. Вот мы читали. Специально отправляем инструкцию, где все предупреждение сделано. И, значит, снимая спектр. И вот регенерация глаза, регенерация кишечника, парень с смертельной язвенной коллиб, у него он умирал, значит, все по фото. парализованная женщина по фото, значит, у нее половина тела парализованная, я тоже вытащил ее по фото. Без всяких, так сказать, этих самых клеток стволовых. Было такое, она у нас работала. Вот. Также это очень мощно работает, если ты попал в зеленый коридор. То есть, выполнить все условия. А условий много. Кроме того, что ты, ребенок должен быть здоровым, должен быть один, рядом у них он стоит. Третье, значит, космогеологический обстановка в момент съемки. В момент съемки, значит, фотография, снятая в данный момент, в данном месте, она несет в себе отпечаток космогеологической обстановки. Это очень важно, потому что мы же получаем спектр. А любой спектр, он зависит, практически любой спектр в той или иной степени зависит от космогеологической обстановки, от солнечной активности и так далее. Значит, если человек попал в это, то, значит, получается, результаты совершенно фантастические. Вот о том я уже говорил. Вот. Проверка была невольная, потому что же меня же пытается попадать к сумасшедшему, который из фотобумаги вытаскивает здоровье. значит, один человек, относительно молодой такой парень, да, с хорошим доставком, переводчик, все. Я говорю, хочу остановить свое старение, хотя бы частично. Я говорю, ну, давай, шлю тебе инструкцию, все. Он шлет мне фото. Я ему предупредил, что на фото должен быть здоровый ребенок. Делаю ему спектр, отсылаю ему и через 10 дней он в панике, в панике пишет мне, что он покрылся. Я звонил. Я думаю, опа, мы попались на чем-то таком. Думаю, что-то не то было. Значит, я ему тут же отзвонил, он дал мне, говорит, у тебя что там было? На фотографии ты здоров был? О, я должен извиниться. У меня была прибивка оспы. Значит, а покрылся он типично оспенными, язву, по всему телу. Я потом говорю, ты сними себя, дай мне снимки, потому что твой случай уникальный. Да, прислал, где-то у меня там валяется. О, значит, короче говоря, парень покрылся язвами, жена ушла, трагедия, паника, все. Я говорю, быстренько шли мне фотографию свою, того же возраста, но когда у тебя уже иммунный ответ кончился, ты наработал иммунитет. Что? Присылает, я делаю ему, через семь дней он здоров, все, все ушло, чистенький, как огурец. Значит, этот случай, а потом было много случаев, более слабых, там, долго рассказывается, никакие страшные, а тут неприятно. Оно бы и так прошло бы у него, потому что такое вот неприятное, такая вот информация, которая на фото содержится, она быстро приходящая такая, но тем не менее, значит, короче говоря, через недельку он был здоров, и все. Значит, вот этот смех, который пытается навязать мне, потому что самое сильное оружие против человека, особенно, который занимается наукой, это смех. Говорит, о, горяет, вытащил вирус оспы из фотобумаги. Можно с таким иметь дело? Это же сумасшедший, понимаете? Вот этот случай, а их было несколько, значит, доказывает, что мы на правильном пути, потому что мы получили негативную информацию, к сожалению. Потом был случай такой. Мой сотрудник, значит, уже там он 53 года, говорит, я тоже хочу, молодец, давай-ка мне, я поработаю. И он, значит, взял свою фотографию, полученную где-то буквально на через несколько дней после того, как он травму получил, он попал в автоаварию, у него была очень тяжелая травма спины, но, слава богу, он еще поломал, ничего, все выжил, все нормально. Значит, короче говоря, взял свою фотографию, напрямую на себя стал подавать, это вторичное поле, даже без записи, на двух, а прямо напрямую. И через некоторое время, в панике, то же самое, мне звонили, говорят, у меня жуткие боли в спине. Я говорю, что такое? Ну, приезжай-ка. Приезжай, я говорю, покажу, на спине гематомы, как будто его сапогами били. То есть, к нему вернулась, вот это вот тоже возврат к тюрьме по-отому, вернулась травма, ну, как бы в ослабленной форме. И, значит, она, правда, я говорю, успокойся, у тебя через день, что все уйдет, точно через день все прошло. То есть, это кратковременная такая штука. Что это такое? Я это рассматриваю, как своего рода машину времени. Потому что, можно человека ввести в состояние, которое было много лет коммуноджатом. Такой тоже частичный возврат физического, физиологического и морфологического состояния. Были у меня бабушки, когда в детстве удалили гланды, пота, все, и у нее, значит, кровь из носа, когда она стала слушать эту программу сопли, и она мне звонит, и я говорю, что было? А вот мне гланды удалили. Я говорю, не надо было эту фотографию давать. Давайте, здоровый ребенок, сколько раз вам говорил об этом, всем говорю. Так что, это машина времени. Значит, можно прогнать организм, оказывается, назад по времени. Мохот, знаете, опять технология мощная. Вот таким путем мы работаем. Это вот, но лучше всего, мы только почитаем, повторяю, работать с живым биоматериалом, пуповина кровь и плацента. Тут придраться трудно. Тут уже... Согласен. Еще вопрос у нас есть. Хотелось бы все-таки их успеть задать, а время уже почти три часа, к эфиру идет. Вопрос эфира от Ольги 74. Можно ли в домашних условиях воздействовать на свой генетический аппарат? Если да, то каким образом? Да вот таким же образом, значит, покупайте лазер вот этот и делайте то, что я делаю. Но это надо делать уже все. А то можно напороть таких дел. Дальнее действие там, все это не так просто. Всего-то купить лазер, понять, как он работает, понять, как он получает, понять, как принимать. И все, дел-то. Дальше. Вопрос эфира Светланы из Петрозаводской. Петр Петрович, здравствуйте. Прадо, что ДНК содержится память человека? Как звук влияет на ДНК и способствует ли произнесению каких-то особых слов, так называемых мантр, на пробуждении памяти ДНК? Если да, то какое практическое занятие это имеет для человека? Три вопроса в одном. Да, да. Ну, я уже отвечал, что это да. Значит, любое ментальное изменение, духовное состояние человека влияет на собственные физические парады. Вообще мышление и сознание реализуются опять-таки через хромосомы. Потому что иной информационной структуры нам не дано, кроме как наши хромосомы с вами. И они отвечают за мышление и сознание. У него даже целый статью начал было писать, дописал до половины и понял, что рано еще пока. Потому что мы не понимаем на самом деле как идет нервный процесс. Нервный импульс, потенциал действий, которые спайки, спайки вот эти нервные, они по своей природе примитивные, они лежат в основе мышления и сознания. Потому что у нас только что между нейронами. Между нейронами вот эти нервные импульсы. Что они из себя представляют? Это простое волна деполяризация. Ионов калия и надрия на все другое, вдоль нетного волокна, значит, на его поверхность идет вот такая вот как бы нейтрализация. Вот такая волна двигается. Она очень тупая на своей природе. Единственное, что там сложно как бы это частоты. Каждый спайки имеет свои частотные наборы. Вопрос. Каким образом сложность внешнего мира упрессовывается в простоту нервного импульса и разворачивается сложность на нервном в сознании. Вот такой простой мне задал Владимир Вячеславович Орлов, когда я учился в первом университете на первом курсе. Он спросил, задал нам вопрос, кружочек его собственно такой был. Говорит, ты вот смотришь на стену, она зеленая, ты отвернулся, она по-прежнему зеленая? Значит, вопрос поражает как бы идиотизм. Ну, конечно, зеленая. А почему зеленая? Ты же отвернулся. Как она зеленая? Она зеленая в твоем сознании, когда ты смотришь, а когда ты отвернулся, там остаются только частоты какие-то определенные определенные для него. Значит, я очень крепко задумался, потом дальше-дальше-дальше стал думать и дошел вот. И вот первое я сказал, вот есть психоперизмологический парадокс. Простота нервного импульса и вместе с тем сложность той информации, которую как бы он передает. а на самом деле он не передает. Вопрос, а что передает? А слеповидящие дети. У него глаза закрыты, там замазаны, уже сколько раз проверяли, и он видит. Он водит машину, он ходит, он берет предмет и все, он видит. Это как-то название Бехтерова дала, но не важно. Короче говоря, слеповидящие дети. Кожное зрение кто-то еще называет. Кожное зрение или Кулешова там и так далее. Хорошо, не мешает. Что ты можешь кожей пальцев увидеть? Там ничего такого нету как бы вроде. Вот, значит, вопрос. Ответа нет. Ответ точный только такой. Даже не ответ, а подводка к ответу. Нервные импульсы не переносят информацию образную, мыслительную и так далее. Значит, они являются только такими открывачками, которые открывают уже полученную каким-то по другим каналам, может быть, по тем же самым нервным волокам, но по неизвестным нам каналам, может быть, торсионным каналам, не знаю. Значит, то информация, которая уже получена, и эти спайки, они только открывают уже то, что было. Вот, что это такое. Иначе другого нету. Нету. Все. Тут надо работать. Я помню, в форуме у нейрофизиологов выступил, ребят, так спайки-то, они же ни хрена не кодируют. Как? Да ты что? Да частоты. Я говорю, как вы с частотами образ джеконды запишите? Или мысль с частотами? А, это молчание. Значит, спайки ничего не делают. У них функции другие, вспомогательные. информация другим путем идет. Вот таким же, как телепатия, например. Каким путем она идет? Торсионно, вероятно. Потому что она преодолевает любые расстояния. Значит, вот эта торсионная физика тоже объявлена лженаукой. Так же холодной ядерной силы. Все подавляется. Шипов, гениальный ученый. Гениальный. Значит, он пересмотрел Мштейна все. У него на 4 части случаев его концепции. Вот. Поэтому все подавляется. Все. Мы хотят из нас тогда было наделать. Все. Или отсосать мыть. Или обмануть. Вот как нас пригласили в Канаду. Сторонка, да? Ну, там все можно было делать. Пожалуйста. Ешь не хочу. Ну, результаты отобрали и все. Сказали, ребята, вы только поезжаете в Москву, а потом мы вас позовем. Вот до сих пор ждем. А информация ушла. Причем ушла она не по моей вине, к сожалению, там мой партнер, не хочу даже называть его, он меня предал. Он все рассказал. Все на ухо. Это можно было еще там придержать. А вот он все сказал. Ему там пообещали, золотые горы, обманули. Значит, я вылетел в Москву, а через день он вылетел. А потом приходил мне через год извиняться. Я говорю, да я как простил Жора. Ну, человек слаб, понятно. Я по-христианам тебя простил. Ну, приду, приду. Ну, что ты делаешь? Бывает. Так же, вот, не все так просто, ребята. Ну, да, да. Так, еще несколько вопросов зачитай, если не возражаете. Вопрос эфира от Олега из Иркутска. Петр Петрович, возможно ли при помощи лингвистик, волновой генетикой установили стекловидное тело глаза человека, а также излечивать другие недуги, например, суставов, артрозы, коксатрозы и так далее. Благодарю. Ну, а понимаете, можно, конечно, если ты, твоё сознание, ты, значит, изменил таким образом, что ты можешь своим сознанием задействовать на, с помощью сытинских наговоров или еще как-то. Сознание человека это мощная, мощнейшая такая структура, которая способна металлы гнуть. Помните, это Тори Гейлер, да, сколько раз его показывали уже, когда он ложки гнул, я видел, женщина, она у нас даже не работала, она руками сжимала, как он остальную ложку в эту вилку, потом раз, её, как пластиковую, как будто она из пластилина, она её гнула. Вот. А у Ри Гейлер даже другое дело, что меня гораздо больше поразило, чем изменение структуры металла, хотя я тоже потрясающе. Он на пальчик кладёт вернышко там какого-то растения, сейчас не помню, снимает тему, видеосъёмка идёт, близко, близко видно. Он говорит, давай-ка все вместе думать, чтобы оно проросло. И, значит, все думают, на самом деле, конечно, он в основном воздействует, и тем не менее совершается, для меня, как для биолога, для генетики, это вот фантастика, потому что, потом я убедился, что это, на самом деле, так и есть, на наших работах. зёрнышко прорастает в течение трёх минут. Первый листочек выскакивает, маленький-маленький такой, первый корешочек. Это происходит за 3-4 минуты. Значит, простой подсчёт говорит, что скорость всех реакций биохимических, которые ведут к этому обосновке биохимической реакции, значит, скорость миллиарды раз ускорена. Как это может быть? Значит, это оказывается феномен биологического времени. Это особый, особый, очень важный разговор, что биологическое время, оно фрактально. То есть, оно самоподобно в разных масштабах. Простейший фрактал это линия, прямая линия. Какой бы отрезок ни взял на прямой линии, то у тебя всё равно будет линия. А есть ещё фрактал ветвления. Линейный фрактал ветвления, значит, ты берёшь любую веточку из ветвящихся, и она будет повторять как бы телеком, это как бы гелия. Это линейный. А есть нелинейный фрактал. Вот наши сосуды, морщины, сосуды, бронхи, ветвления нервных волокон, это всё фракталы. Это второй по сложности, не так, второй по прямой кемике. Первая – это прямая линия, вторая – это ветвление. Фракталы. Так вот, биологическое время фрактально, то есть его можно растянуть и сжать. Вот при растяжении получается эффект, который не объясним с точки зрения простой физики, без физики времени. Вот есть бактерии термофильных, чёрных курильщиков, живут бактерии, которые живут при температуре 300-400 градусов. То есть вот как биолог и как биохимик, в общем-то, я могу сказать, любой скажет грамотный биолог, что при такой температуре жизнь невозможна, там всё разваливается, не только ДНК, РНК, белки, рыбосомы, но и всё, всё разваливается, и, значит, жизнь может. А они живут. Вопрос, почему? У них же холодильников нету, а они поступают очень просто. Это я идею высказывал, её подхватил ланьяра, шноль, написали специлы даже. Значит, я говорю, говори, что время фрактана, значит, она может размеров менять. Значит, то есть, для того, чтобы выжить, бактерия должна понизить сотку температуры, иначе она не выжит. Она понижает её. Как? Она в своём собственном теле создаёт время с растянутой структурой, потому что температура есть функция времени. Если ты растянул время, у тебя охлаждение произошло. И они живут, как бы, в двух временах, прыгают между двумя фрактанами. Наше время, где мы глазами видим эти бактерии, микроскоп, там, как-то угодно, колонии, и холодное время. И вот она прыгает туда-сюда, туда-сюда, понижает среднюю температуру. Иначе не объяснить. Если вы можете объяснить, то не будет. Это один случай, растянутый враг. Обратный случай, пиролиз, такой вот человека, есть термин, можете в интернете найти. Значит, человек вдруг вспыхивает, сгорает. Очень быстро сгорает. Причём у него объезда почти не затронута, а всё, органическое тело, его сгорает, крепилось к нему. Значит, что здесь происходит? Значит, никто ничего не может объяснить. Это объяснение-то простое, ребята. его время, собственное биологическое время, которое фрактально сжалось, а раз оно сжалось, температура повысилась. До такой степени, что он спешит. Кто управляет, так сказать, фрактально всё время, никто не умирает. Но биосистема, например, использует. Например, обнуление времени, когда время растягивается совсем-совсем, и жизнь исчезает. Зимующие лягушки, змеи замёрзшие. Лягушку заморозил зимой, потом принёс, она отставила живое. Вот когда она заморожена, её время растяло, обнули вновь, значит, и жизни нет. Вот. Вот, если мы научимся управлять фрактальностью собственного биологического времени, то это ещё один из путей торможения старения. Вот. Эта девочка, о которой я говорил, Гриндерг, Брук Гриндерг, которая полутора годовала, и помидор, да, она в 20-летнем возрасте умерла. Там у неё, возможно, срабатывало ещё вот что-то со временем происходило. Кроме возврата фирмы посол, она качалась, постарела на 20 секунд и обратно, что-то было ещё, значит, обрыв связи. Так, у нас произошло прерывание связи. Предлагаю сейчас послушать какую-нибудь музыку, постараюсь восстановить связь. Вы слушаете народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор. Сейчас связь восстановлена. На всякий случай напомню, что на календарике, на одном из современных календарей пока ещё 9 ноября 2016 года среда. Мы говорим про принципы лингвистика волновой генетики, часть первая. Пётр Петрович Горяев, академик трёх академий, с нами на связи. Мы восстановили связь. И вот, к сожалению, было прервано, полностью ответ не прозвучал, но суть, я думаю, что понятна. Лучше закончить, чтобы уже закрыть его. Короче говоря, биологическое время фрактально. Не то, что мы затормозили своё, так сказать, старение, то мы ещё хорошо бы овладеть законами фрактальности времени биологического. Как оно, как получается. Ведь биосистема же используют. Вот я говорю, лягушка там или змея замёрзла, а потом она оживает. Сначала время обнулено за счёт охлаждения, а потом, значит, она нагрели, она оживает. Так что это весь систем довольно давно используют. И надо просто понять эти законы, и тогда всё будет здорово. Так что перспективы колоссальные у лингвистской волны генетики, особенно в отношении биологического времени, фрактальности его. Значит, мы только-только подошли к этому, и в этом направлении думаем и работаем. Так что давайте, ребята, продолжать. нужно просто разогреть общественное мнение. Что делать-то? Ну, надо разогреть общественное мнение. Я выступаю, я сам не лезу, мне предлагают, я выступаю на телевидении. Значит, это как-то в какой-то роль играет. Но идёт, так сказать, оболманивание молодых ребят, к сожалению, у меня на биофак доступа уже нет, потому что я попытался выступить как-то вот на дня, когда праздновали юбилей Гурвича. Значит, и меня даже затолкали в какую-то комнатку там, и я там выступил. Там набито было народу, но специально убрали меня, всё, чтобы я там не отсвечивал. А потом вообще, значит, всё уже, на биофак, если, так сказать, узнаешь, что я там на биофаке, начинаются всякие неприятности. Я туда сейчас даже не хожу, жалко, мой родной биофак, значит, я там уже персононон гратор. Вот это вот давление, которое извне идёт, и самое обидное, да, бог с ним там выпускает, например, молодые ребята, они просто боятся, они не знают, они оболванены, значит, вот этой всей истерикой, гонениями, которые мой адрес, там, Салюч, я хорошо об этом написал, там, ещё, что идут просто гонения на любвистика, на выгинную такую, инспирированную откуда-то, откуда, я думаю, что это в основном идёт из Соединённых Штатов. Тем более, мы там в Канаде поработали, нас уже знают, вот, сейчас и деньги переводят, да, те, которые получили от нас, значит, лечение, да, они даже через Western Union не могут переслать, потому что блокируют, говоря, его не надо, но, может, это общая тенденция сейчас для россиян, но, в всяком случае, у меня проблемы с переводом денег, вот, приходится как-то исхитряться, потому что эти деньги в основном идут на эксперименты, ну, так что не так всё просто, но, тем не менее, что-то делать надо, что делать надо, будить общественное мнение, вот. Хорошо, идём дальше, Ольга, 74, вопрос эфир, Пётр Петрович, на уровне астрологии оказывает ли влияние планет при рождении, ну, планеты или планета при рождении на гены новорожденного? Ну, я этим специально не занимался, но из общих соображений, так сказать, из интуитивных, в основном, думаю, что да, потому что, мы живём в полевых структурах, да и сами мы являемся, собственно говоря, сгущёнными полевыми структурами до уровня атомов, молекул, поэтому, конечно, всё, что происходит в космосе, всё, что заполнено между звёздами, между планетами, это поля, даже физический вакуум, на самом деле, он не вакуум, а это потенциальное хранилище всех элементов, вот шипов как раз, вот электрон-позитронные пары возникают, например, из вакуума, откуда они берутся, казалось бы, да, ну вот, уже и классическая физика об этом знает, вот, но перешедшие на уровень квантовой физики об этом уже знает многое, но особенно вот шипов далеко ушёл в этом направлении, то есть, конечно, это влияет, да, могу прямо сказать, что да, влияет. Так, смотрим дальше, вопросы какие поступили от Олега Зиркутска, существовали ли подобные по вашему направлению, а возможно и более высокие технологии на Руси в древние времена, возможно ли, по вашему мнению, с силой мысли высокодуховных владеющих людей, ведунов, жрецов, волхов и так далее, с определёнными знаниями восстанавливать матрицу, структуру органов человеческого организма, так как это возможно при помощи волновой генетики. Благодарю. Вот, я бы здесь отраслал бы к высочайшему уровню человека, который этим занимался специально, это Левашов. Он написал где-то 12 томов, вот, я когда с ним встретился, он мне подарил их какие-то бы на том, значит, почитайте, он об этом очень много пишет, очень умно, я бы даже не пытался бы восстановить, только скажу, что да, наше, наше славянское, так сказать, этнос наш, он древний, и обладал высочайшими технологиями, вплоть до космических, и сейчас постепенно находят там и какие-то пирамиды, там, в Сибири, карты, такие, питочки, это как раз у него, почитайте, Левашов, в интернете очень много, и до сих пор еще кое-что продается, хотя запретили уже книжки его продавать, так что вот ответ найдете там, я бы не рискнул сюда умудляться, только опять-таки ссылаясь на Левашова, скажу, что да, мы обладали колоссальными знаниями, веды, источник этих знаний, по ведам много вышло литературы, так что можно купить это, ну вот такой ответ у него. Да, уже неоднократно в наших эфирах поднимались темы, связанные и с Левашовом, и с другими просветителями, которые занимались ведической культурой нашей древней, там много что удивительно для современного человека можно найти. Дальше, я Гриша, вопрос эфира. Доброго здравия, уважаемый Петр Петрович, рад вас слышать, на нашем радио держусь, что у нас есть такие ученые, как вы. Теперь сам вопрос, как вы считаете, попытка создания кафедры теологии в науке, это попытка в будущем вернуть людей в очередную утопию типа бредовой теории параплоскую землю? Да, отношение к религиям у меня такое же, как у Спинозы. Значит, он говорил, что природа есть причина самой себя. Это принцип кауза суи, причина себя. То есть, не надо творца. Природа это и есть Бог. Если вы из этого понятия сделаете религию, то, пожалуйста, это дело не в названии, а в сути. Поэтому вот такого некого бородатого старца, который создал мир, наверное, не было. А вообще природа, она, как говорил Налимов Васильевич, наш величайший философ, к сожалению, забытый, он говорил, что природа, мир, вселенная семантична. То есть, она построена на разуме. На разуме. На текстах, на словах. Недаром, вот что было правильно сказано, в начале было слово. Только, не только в начале, оно и сейчас звучит. Оно все время звучит во вселенной. Оно является словесной, семантичной. Поэтому понятия Бога не надо, религии не надо. Значит, верь в природу, а ты часть природы. То есть, ты часть, назови природу Богом. В этом смысле, да, я согласен. Природа – это Бог. Надо ли из этого делать религию? Не надо ли? Это уже второй вопрос. Но со спинозой тоже плохо поступили. Хотя, идея его, по-моему, очень даже мощная. А мне кажется, здесь очень просто. Каждый человек должен для себя сам этот ответ поставить и сам себе должен на него ответить. Так что кому-то говорить да или нет так однозначно, наверное, это не совсем верно. Люди все-таки разные. Уровень развития у каждого разный. Кому-то нужен хрящ свиной, а кому-то апельсин. Нельзя же навязывать. Ну, совсем надо что-то такое единое, чтобы связывала нас какая-то одна идея. Потому что если так вот каждому дать свое, ну, тоже это не лучше. То есть, крайности. Не нужны крайности. Ну, нас и так связывают. У нас есть единое генетическое наследие. У нас есть единая древняя культура. Если мы о ней забыли, то в этом случае мы сделали свинство сами себе. Человек, не ведающий прошлого, не имеет будущего. Это все давным-давно известно. поэтому вот у нас это всех связывает. вот на этом базируемся. Не на религиях, не на политике, не на деньгах, а на том, что у нас было общее, древнее и великое. Давайте свое древнее поднимем и как копаем там, как найдем там что-то такое важное, вот это на всех свяжет. А иначе вас так и будут дробить и сегментировать. Разделяю властвую, разделяю властвую. Старая это истина. Конечно, поэтому враги, они же не древнят. Они то здесь закрывают, там открывают, то кого-то, дурачка какой-то, купят деньгами, то еще чего-то, какие-то вбросы делают. Как Россия, которая обладает третью запасом всех, так сказать, богатств, нефть, золото, газ, лес и так далее. Мы треть. Представляете себе, какая мы богатая страна. Вот на нее и залятся все. Конечно, поэтому нас пытаются сделать свинками безродными или там тварями подзаборными. А мы все-таки имели великое прошлое. Надо это помнить. А раз мы имели прошлое великое, мы должны соответствовать ему и сейчас, и в будущем, и своих детей воспитывать как надо. Вот мне так видится. Елена777, вопрос в эфир. А можно ли с помощью лазера волновой генетики возвратить обратно естественный вид, например, к ГМО-продукту? Сложновато будет, сложновато. Вот теоретически можно. Но это надо как раз развивать волновую генетику. В общем, да, эксперименты, наверное, они длительные и должны быть точными, а здесь нужно и измерять, и фиксировать, да и люди тоже кушать хотят, которые трудятся, это тоже надо учитывать. И лаборатории, наверное, содержать надо в порядке, и оборудование. Так что здесь много составляющих, которые в финансы опять же упираются. Так, идем дальше. Вопрос. Петр Петрович, дорогой, весь эфир выхожу с вами во вселенское счастье и радость. Стоит ли завести иконостас из своих детских веселых фотографий от года до трех лет? Благодарю. Да, созерцание своих собственных фотографий это полезное дело. Это да, согласен. Заведите. Заведите. Хорошо. Илья из Саратова. Добрый вечер, Петр Петрович. Скажите, пожалуйста, насколько верно утверждение, что болезни можно лечить воздействие на биополе больного органа? Идут ли какие-либо работы в этом направлении? Ну, частично мы уже отвечали на этот вопрос. Отвечал, да, отвечал. Дальше. Вопрос в эфир от Евгении из Самары. Петр Петрович, а где можно приобрести ваши книги и в каких магазинах? Значит, весь тираж я отдал и сейчас просто не помню название, этой структуры. Это от КПЕ. КПЕ структуры, КПЕ. Значит, они у меня взяли все последние тиражи, то есть последние остатки тиража и распространяют. Ну, если вы нам напишите у меня по электронной почте, потом дам вам точный адрес и телефон человека, который занимается распространением продажи этих книг. А что-то еще намечается в этой книге в ближайшее время? Да, да, да. Вот мы сейчас четвертую книгу как раз готовим с Шипом написали кусок такой. Я написал свою биологическую генетическую часть, он написал физическую часть. Вот эта часть будущей книги называется «Волновой геном в сфере понятия теории физического вакуума». Вот так. А какая типография и какое издательство будет? Еще не решили, еще рано. Ну, об этом можем поговорить. А когда планируется уже готовая книга, чтобы ее издательство... много чего там дописать, я сейчас пишу как раз еще дополнительно лимбистическую часть, потому что она очень важна, куча идей, я их сейчас так сказать, прожевываю, обмозговываю. Вот эту часть я напишу, ошибок подчистит, приведет более такой хороший вид собственную часть связана с физико-математическим описанием феноменов волновой генетики. Ну, когда будет книга, я предлагаю с нами связаться, и у нас есть несколько издателей, которые правильные издатели, скажем так. Я рад. Чем сможем, тем поможем. Вопрос эфир от Ольги 74. Шемшук утверждает, что раньше родственники делали в кавычках окличку умершего родственника для прихода его в теле новорожденного у молодых родственников. Возможно ли это? Ну, я такую технику не знаю, не читал, не знаком. Ну, что-то интуитивно вроде бы да. Надо про меня почитать. то есть призывали кого-то из своих умерших своего рода опять же к себе вернуться или там внука, или сына, или дочку. Ну, фантомы-то остаются. Как раз то, о чем я, дай бог, расскажу в следующий раз. Фантомы. Человек когда не умирает, от него остается фантом. Значит, он функционирует, он живет. Но это особый разговор на будущее. Да, не будем вперед забегать. Да, хорошо. Дальше вопрос от Николаевича из Белой Руси. Ваши матрицы общие можно одновременно нескольким людям слушать? И что будет, если мужчине женскую слушать и наоборот женщине мужскую? Нет, у нас есть мужская линия, женская линия, поэтому надо, конечно, порознь слушать. А есть универсальные матрицы, которые независимо от пола можно слушать хоть, так сказать, большой аудитории там, сколько угодно. Насколько хватает мощности такой. Там, правда, громкость не играет особой роли, но тем не менее, это можно многим слушать. А индивидуально только каждому отдельно. Или ближайшим родственникам, или ближайшим родственникам, например, детскую программу. Понятно. Ну и заключение вопроса Николаевича из Белой Руси. Петр Петрович, как с вами связаться? Вконтакт вам писал, нет ответа. А я вконтакт не хожу, потому что там много чего наворочено и там разбираться мне трудно. А мне напишите либо на электронную почту, он же горяев собачка mail.ru или позвоните телефон возим 985 434 04 25 8 985 434 04 25 Просто лично мне. Хорошо. Ну вот, в общем-то, у нас получается справились мы со всеми вопросами. Все реплики, которые были по сути нашей передачи, были озвучены. И у нас есть заключение такая уже традиция, наверное, когда тот, кто что-либо рассказывает, желает нашего радиослушателя что-либо доброе, хорошее от себя напоследок. Ну что, господа, товарищи, желаю вам прежде всего хорошо соображать и иметь чистую душу. Вот это залог всего. И залог здоровья, и физического, и духовного. Поэтому я вам именно этого желаю. Так что вот на этом я закончу свое выступление. Благодарю вас за внимание. Благодарю, Петр Петрович. Очень интересно было в очередной раз пообщаться. Напоминаю всем нашим радиослушателям, что на дворе у нас по одному из современных календарей пока еще 9 ноября 2016 года, среда, по одному из старинных девятых день месяца Нового Дорова 7525 лет до седмица. Мы говорили сегодня о принципах лингвистика волновой генетики. Была у нас первая часть. Петр Петрович Горяев, автор-соведущий. Ответили на все вопросы, которые вы задавали в чате Народного Славянского Радио. Я желаю вам всем здравомыслов. Народное Славянское Радио. Все нужно, все важно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Славянское Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова